Продолжение следует... 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 Ощущаешь, но вот, допустим, хватает ли тебе каких-то умений даже обводить игроков таки? Я больше скажу, там, когда играешь против профессионалов, сильно их не обыгрываешь. То есть, ну, это не как с любителями, там, в детском хоккее. Здесь больше взаимодеешься с игроками. Есть возможность, обыграл, но там прям подпускания какие-то смысла нет. Такие турниры – это не только игры, это еще и общение. Ты сказал, что ты уже почувствовал, как играть против действительно профессиональных хоккеистов. Может быть, с кем-то ты общался вне площадки, подружился, познакомился, расскажи. Ну, с Бучельниковым, с Танковым ребятами как бы пообщались. Они сказали, что крутая идея, Тём, пробуй. Возвращаться? Да, мне много-много ребят, которые сказали, что возможно, все получится. С тренерами уже, может быть, какие-нибудь общался? Вот с тренерами я как раз, когда буду на льду восстанавливаться, буду общаться, потому что будет подготовка не только физическая, вот, и тактическая, и много чего. Хорошо, игроков СКА ты знаешь. А кого из игроков нашей команды, Всероссийской хоккейной лиги, молодежной, кто сегодня в составе, ты знаешь? У меня много ребят, которые приходили. Я с ними работал на технику рук, бросков и полкоманды Динамо. Ну, кто, например, вот кто, первый тебе вспомнился? Елисей Карп. Матвей Мишарин. Елисей Карп. Может быть, поэтому и закончу, кстати. У меня была не самая феноменальная техника, но... Нет, сугубо только работал с ребятами на технику рук, владение шайбой, вот, броска. Да, Давыдов, Карпов, Синяткин, Бойков, Ханин. Ну, вообще все те, кто в этом сезоне и делает результат у нас в молодежной команде. То есть ты хочешь сказать, что все-таки сегодня ты будешь болеть за Динамо, потому что ты называешь игроков. Ну, ты же был еще и один день, или сколько, или больше провел в Спартаке. Ну, это я в КХЛ был. А, это не считается. Расскажи немного, да, про этот день. Твой друг Артем Жук тебя позвал. Да. Расскажи тоже для тех, кто, может быть, не смотрел твои ролики. Темка, привет, дорогой. На всякий случай. Вот, он его сейчас жизнь помотал, он сейчас в буране уже. Вот. Да, Тема позвал, сказал, Тем, давай пообщаемся, сделаем выпуск, покажу тебе, как я восстанавливаюсь, может, чем-то помогу. Вот, я загорелся идеей, думаю, да, это круто будет. Вот, хоть я подсмотрю, как люди проходят реабилитацию в КХЛ. Вот, и после этого дня мы с ним провели и на льду, вне льда программу, в зал, пообщался с Сергеем Новиковым. Про него, вот, как раз я и с ним буду и готовиться, я хотел рассказать. Вот. Я загорелся очень сильно. То есть, у меня вот там прям такое впечатление было. То есть, я сначала отыграл турнир, турнир отыграл, забил гол. Ребята сказали, да, круто играешь. Сразу поехал в Спартак, так получилось. Ну и все, у меня как-то сознание поменялось. Мы поняли, что план-то можно реализовать вполне. Да, да, да. Но пока этот план еще ты не реализовал, ты себя в другом деле не то, что пробуешь, а уже достиг фантастических успехов. Я могу так сказать, потому что у тебя очень много подписчиков. Ты постоянно снимаешь что-то, хоккейный фристайл, хоккейный блогер. Вообще, как ты к этому пришел? Вот, проснулся одним днем и сказал, вот хочу стать блогером. Нет, нет, нет. Фишка в том была, что я не мог ходить. То есть, я получил травму, потом осложнение пошло, и у меня нога была короче на 15 метров. Вот, сижу на стуле, хочу в хоккей играть. Начал мячик набивать, что-то делать с кем, владеть. Потом захотел тренером, меня отец ввел в тренерский режим, сказал, давай, Тём, попробуешь с тренером. И надо было как-то цеплять клиентов. У тебя отец тоже тренер? Заслуженный тренер Беларуси. Пятикратный чемпион, у него все года чемпионские. Даже после того, как я уехал в Динамо Москву играть, он приехал в Питер и здесь чемпионов сделал. Ну, я думаю, гордится тобой твой папа, потому что ты достиг определенных успехов и пошел по его стопам. Да, да, есть такое. Нет мечты, может быть, с ним поработать в будущем, даже на профессиональном уровне где-нибудь, или он уже не тренирует? Он после того, как я получил травму немного, да, с детьми перестал работать, перешел на любителей, получает удовольствие. Мы поняли, что ты занимаешься с профессиональными хоккеистами, их подтягиваешь. Кроме профессиональных игроков, с кем ты занимаешься? Вообще, что это за программа такая? Как она построена? Моя, не знаю, не уникальная, но разработанная программа. Ставлю детям броски, руки, владение клюшкой, финты. Вот. Под каждый возраст. Начинают у меня тренировки с 10 лет. Ну, потому что есть с чем работать. Определенный вес, потому что до с ребятами я не... То есть ты снимаешь лед, ты снимаешь площадку, арендуешь? Лед, да, я лед снимаю, но в основном идет работа в моей бросковой. Бросковая зона? Да, центр хоккейный. Вот, а могу здесь анонсировать уже через 3 месяца открытие моего катка. Личного? Да. У меня будет целая база, буду тренировать по всем фронтам. Вот таких бы людей, да побольше, да? И тогда бы хоккей у нас вышел на... Ну, он и так на хорошем уровне, но было бы еще лучше. Артем, а ты говоришь, что у тебя много игроков молодых, очень много детей. А из профессиональных игроков кто-нибудь тебе ходит? Ну, кроме Артема, может быть. Василий Подколзин, Рашевский, Дмит Дима, Альтебромокеан, Алексеев. Много ребят приходили. И вот у меня к тебе такой еще профессиональный вопрос, на котором можно подискутировать. Считаешь ли ты, что можно технику развить в любом возрасте? Не совсем. Можно классно развить, да, если начиная там с 10 лет, двигаешься 5-6 лет, и у тебя к возрасту МХЛ уже будет, ну, очень неплохая техника. Но если, допустим, пришли ребята уже с МХЛ, то можно где-то подтянуть, улучшить. Да, то есть бросок точно 100% можно поставить, а вот все остальное, мягкость, движение, там уже сложности. Да, есть какие-то вещи, которые ты уже исправить вряд ли сможешь, ну, потому что ты... Ну, подтянуть. Да, 10 лет в хоккее, и это уже на подсознательном уровне, на ДНК, да, и это, ну, не искренние такие ошибки. Да, и вторая тема, которую тоже обсуждают многие. В каком возрасте надо вообще хоккеем заниматься? Вот твое мнение, потому что кто-то ставит своего ребенка в 4 года, вот кто-то в 8 лет, тем более. Меня отец выставил, а на лед кинул. Кто-то говорит, зачем 4 года начинать заниматься, когда можно спокойно в 8 лет? Когда отец тренер, я думаю, что побыстрее в хоккее, чтобы он с тобой время проводил, потому что отец тренер, он не может, вот работа на льду, его надо, чтобы сын рядом находился, поэтому... Ну, это объяснимо, да. Вот, но мне кажется, в подсознательном где-то 6-7 лет. То есть такой средний уровень. Много ребят, я говорю, меня поставили в 3, а моих партнеров из Беларуси поставили в 6 или в 7 лет. Они меня за полгода догнали. То есть разницы нету. То есть они за полгода меня догнали и потом перегнали. Но я на 2 года старше играл. Ну, как раз 6-7 лет, вот, спортивно-оздоровительные группы, когда дети только начинают знакомиться со льдом, и, может быть, даже без клюшки, не на хоккейной площадке, а просто кататься, знакомиться, вообще узнавать, что это такое. Ну, что, разные психотипы тоже в этом важно, потому что, может, спорт не подходит к ребенку, да, то есть родитель, давай-давай, иди-иди, мне нравится. Ну, это типичная тема, к сожалению, бывает такой, что действительно родители хотят в детях реализовать свои мечты, то, что они не исполнили в своем юном возрасте. Примеры хорошие. У меня брат родной тоже, потому что вся семья в хоккей играет, ну, реально вся. И, ну, просто не получается. Пошел в индивидуальный спорт боксером сейчас. Очень даже неплохие результаты делает сейчас. Ему нравится, он занимается, но индивидуальный спорт, не коллективный. Хорошо, еще, Артем, вернемся к Спартаку, с которым ты тренировался. Да, все таки. Да, мне просто вопрос. Я недавно увидел последние твои видео в Инстаграме, которое, к сожалению, сейчас запрещено в Российской Федерации. Скажи, пожалуйста, ты был еще в Северстале? Да, ну, это уже с Лигой XHL. А, XHL, да? Да. Хорошо, а, допустим, у тебя нет идеи вообще поездить по всем клубам? Есть, есть очень большая идея, то есть это сейчас все обсуждается. Но когда я уже буду готов к этому. Ну, ты будешь как хоккейный ревизор просто приезжать, смотреть, где там, что, как. Не то, что я буду смотреть, я буду участвовать в этом. Я хочу переманить весь опыт игроков, тренеров, реабилитологов. Ну, две команды КХ уже объездила меньше, чем за два месяца. Это круто. Ты говорил, что ты уделяешь внимание броскам, да, у тебя есть бросковая зона, но ты и знаменитые еще твои финты хоккейные. Вот что это такое? И это скорее шоу или это очень важный момент? Нет, это шоу. Да, это хорошо развивает чувство клюшки с шайбой, но я сейчас сам уже очень сильно понизил уровень фристайла, потому что сам начал играть. И это чуть-чуть сказалось на этом, потому что я сейчас больше-больше играю. То есть практика фристайла у тебя потерялась? Ну, есть немного, да. Я больше булиты сейчас делаю, с мячиком больше не работаю, потому что это все мешает. Ну, хорошо. Что такое фристайл? Это набить шайбу клюшкой? Это придумать финт, сделать, реализовать его красиво, перевернуть клюшку, подбросил шайбу, подбил клюшку. Ну, это чуть-чуть другое совсем. Я поэтому сейчас чуть-чуть отошел от этого. Если, конечно, не получится с хоккея профессиональным, можно обратно вернуть это все. Это не прям такой вид спорта очень сложный. Нет, просто практика, практика, практика. Ну что, Матвей, последний твой вопрос. Есть? Ну, на самом деле, очень хорошо поговорили. У меня вопрос не так. Самый главный вопрос. Какой прогноз на сегодняшний игру? Я пришел за ребят в болезни, за Динамо. Да, я надеюсь, что мы увидим сегодня такой же хоккей, какой увидели вчера, потому что лично мне вчерашний хоккей очень понравился. Смотрим матч Динамо-Спартак. Артем, тебе большое спасибо, что к нам зашел. Артем Шаков, Шакскилл, у нас был в гостях. С Матвейом Мишариным встречаемся в первом перерыве. И нашей командой МХК Динамо-Санкт-Петербург. На лёд приглашаются стартовый состав команды. Стартовый состав команды Спартак. Вратарь номер 57-й Егор Горзин. Защитники номер 34-й Егор Савиков. Номер 42-й Антон Марашев. Нападающий номер 60-й Артем Генковский. Номер 66-й Вадим Патнахов. Номер 80-й Иван Гаврин. Команда Спартак приглашается на лёд. Стартовый состав команды Динамо-Санкт-Петербург. Вратарь номер 32-й Тимофей Чернышов. Защитники номер 56-й Максим Гусев. Номер 95-й Егор Никитин. Нападающий номер 47-й Сахар Малашкевич. Номер 62-й Андрей Балучевский. Номер 60-й Иван Чурюканов. Дамы и господа, встречайте на льду команду Динамо-Санкт-Петербург. Государственный гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Охожая моя, великая слава, Моё настояние на земле веков. Славься, Отечество! Наши свободные, Братских народов союзных народов, Братских народов союзных народов, Славься, страна, великая слава. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз добрый день, дорогие друзья любителей хоккей. Обращаюсь к тем, кто не видел нашу студию Артем Шаков, Шакскилл у нас был в гостях Обязательно пересмотрите, если не смотрели Ваш комментатор Вадим Шереметьев Повторная игра Олимбет Чемпионата молодежной хоккейной лиги Динамо Санкт-Петербург против московского Спартака Накануне 3-0 Динамо Цивилину преимущество не удержали Проиграли 4-5 Но хочу вам сказать, что после матча Произошел, как говорится, разбор полетов И официальная информация, которая пришла От молодежной хоккейной лиги, такова Удаление до конца игры Максима Юркова отменили Отменил судейский комитет То есть, по сути, арбитры вчера Лига признала, что арбитры ошиблись вчера, удалив Юркова А ведь Спартак две шайбы В большинстве в начале третьего периода Забросил как раз таки после того, как Юрков Отправился в раздевалку И Спартак получил пятиминутное большинство Конечно, потом были еще удаления у Динамо Но, тем не менее, факт остается фактом Все могло сложиться по-другому Но это хоккей, такое бывает Ошибаются арбитры, в том числе Сегодня, кстати, другая судейская бригада Я думаю, по понятным причинам Роман Колонутов и Александр Багров Главные арбитры, лайнсмены Владислав Романов и Олег Кузнецов К составам команд Есть изменения у тех и у других И у Динамо Вернулись Балучевский-Малашкевич Из команды ВХЛ Сегодня ночью В спешном порядке На подмогу динамовской молодежки Итак, но вначале о составе Спартака В воротах Корзин 77-й номер Накануне он заменил Ханаева В середине второго периода Первое звено гостей Савиков 34-й, Марышев 42-й, защитники Нападающий Фатахов 66-й, Иван Гаврилов 80-й, Дитковский 60-й номер Второе звено Москвичей Орлов 62-й, 28-й, Илья Гаврилов, защитники Нападающий Сусуев 71-й, Храпов 4-й, Шумилов 26-й Третье звено Спартака Королев 86-й, Наумов 37-й, защитники Динамовцы в атаке Первый момент Передача на Малашкевича Но шайба по воздуху летела Захар не смог ее в передаче эту принять Третья тройка нападения у Спартака Пивчулин 70-й номер, Точилкин 11-й, Яриков 18-й Ну и, наконец, четвертая тройка нападения красно-белых Лукьянцев 87-й номер, Варюшкин 2-й и Овчинников 17-й В 13-м нападающем сегодня заявлен Рокчеев 19-й номер и 95-й номер Малков 7-й защитник Филипп Юрьевич Метлюк Главный тренер Спартака Сусуев шайбой Пытается выйти на ударную позицию Бросок по воротам Отскакивает шайба к Илье Гаврилову Спартак, как и вчера, очень неплохо контролирует шайбу в зоне Динамо По владению шайбы вчера москвичи были Поинтереснее Ну или скажу так По владению шайбой Спартак вчера превзошел Динамо Но в хоккее не всегда владение шайбой приносит результат Вот я попрошу режиссеров Вот они нам показывают Вы посмотрите, что творится на фанатском секторе Спартака Такого вчера не было Я думаю, сегодня суббота И столице пожаловал целый десант болельщиков Спартака Которые вывесили огромнейшее полотнище Я думаю, что это рекорд Ну, этого сезона точно А может быть и остальных сезонов Вы посмотрите Вот так вот из Спартака-то из Москвы приехали Поболеть за молодежный Спартак сегодня А вот на фанатском секторе Динамо пока пустоты Состав хозяев площадки в воротах Сегодня, как и вчера, Чернышов 32-й номер Первая пятерка Петербуржцев Гусев 56-й Никитин 95-й И, внимание, тройка нападения Малашкевич 47-й Булучевский 62-й Вместе с ними сегодня Чурюканов В заявке 16-й номер Второе звено Хозяев Феликов 69-й Родичев 45-й Защитники Нападающий Бойков 92-й номер Давыдов 9-й Синяткин 86-й Третья Тройка Нападения Динамо Ханин 67-й Артемьев 42-й Голиков 28-й номер Защитники Левкин 97-й Демьянов 25-й И в четвертом Звене У Динамо Одни нападающие по протоколу Тройка нападения Боровков 22-й Бобровских 75-й момент Сейчас бросает Ханин Поворотом На месте оказывается Корзин Продолжают Динамовцы атаковать На пятачок Ханин вылезает И вот Теперь уже с близкого расстояния Пытался Переправить шайбу в ворота Итак Боровков Бобровских И пятый номер Костин Четвертая тройка Нападения Динамо И еще два нападающих В заявке у хозяев Это Юрков Реабилитированный 71-й номер И И момент У Динамо 1-0 И первая шайба В карьере за Молодежную Динамо У Голикова Ну что же И как и накануне Стремительно у нас События развиваются И Динамовцы Повели в счете Вот он 28-й номер Хозяев площадки Макар Голиков Свою первую шайбу В Динамовской Карьере За молодежную команду Забрасывает Этот сезон Голиков начинал В команде Динамо Юниор Ну и Использовал Кстати Голиков Передачу Хани На очень хорошую смену Провел 67-й номер Динамо Ну и в конце Ее отдал Великолепный Пас на пустые Ворота Голикову Тут уже Просто Некуда было Шайбе деваться Кроме как Залетать в сет Кворот Третья минута Первого периода 1-0 Динамовцы Павелину Что ж Начало игры Настраивает нас На то Что и сегодня Хоккей у нас будет Боевой Как и накануне Ну а Возвращая к составу Динамо Сегодня 14 Нападающих Заявки И только 6 Защитников То есть получается Что тренер Динамо Сегодня решили Играть в 3 пары Защитников Интересно Интересный ход Ну прежде всего Это связано Наверное с возвращением Балучевского и Малашкевича Есть Теперь Определенный выбор В нападении А вот в защите И есть проблемы Учитывая что К примеру Думченко По-прежнему Не может играть У него травма Москвичи с шайбой Прессинг активный В исполнении Динамо У Динамо Сегодня в составе Появились Балучевский, Малашкевич, Байков, Мишарин Четыре хоккеиста А и нет В свою очередь В составе Шарапова, Ранева, Хузина И Кожевникова Петербуржцы в атаке У Спартака В свою очередь Только две Замена За исключением Вратарской Фролов и Пономарев Сегодня Отсутствуют Появились заявки Малков и Варюшкин Гости с шайбой Теперь Динамовцы в атаке Передача на Чурюканова Чурюканов Момент Родичев 2-0 Вот это Начало Как и Накануне Родичев Забрасывает Вторую шайбу У ворота Московского Спартака 2-0 Динамовцы Повели Ну что же Вот это Ну повторение Вчерашнего дня Я не знаю Как дальше Будет складываться Матч Но Динамо сегодня Эмоционально Прежде всего Готова Так же Как и Накануне Потому что Были опасения Сегодня Ранняя игра Сегодня Дневной матч После вчерашнего Эмоционального Вечернего Были опасения Как команды Восстановятся Но вот пока Динамовцы Восстановились Гораздо Лучше Спартака Родичев И у Родичева Это первая шайба За молодежное Динамо Сегодня просто Какой-то День Дебютов День дебютов И Голиков И Родичев Свои первые шайбы За Динамо Забросили На пятой минуте Первого периода Счет уже 2-0 В пользу Хозяев Андрей Болучевский Записывает себе Ассистентский бал И Иван Чаруканов Еще один бал Ну и Иван Родичев Теперь его фамилию Объявил уже Олег Аверков Диктор Юбилейного Сусуев По левому флангу Бросок Поворотом На месте Оказывается Чернышев Вбрасывание В зоне Хозяев 4 минуты 35 секунд Сыграно И уже 2-0 Уже 2-0 Динамовцы ведут Так Неправильная Атака соперника И удаление Вчера Вчера ведь тоже Но тогда Одинамовцы вели 3-0 И в концовке Первого периода Дважды Большинство Реализовали В гости Посмотрим Что будет сейчас Илья Гаврилов На точке Вбрасывания Гаврилов Потахов Савиков Естественно Защитник Дитковский В общем Первая тройка Нападения Спартака Плюс По-моему Шумилов 26 номер Да Такой состав У красно-белых Иван Гаврилов На точке Вбрасывания Вбрасывание Это выиграл Савиков Пас направо Расставились Москвичи Савика Передача И принял Шайбу Сейчас Фатахов Отдает на Савикова Бросок Поворотом Фатахов Вывели Москвичи Шайбу Из зоны Атаки Ну и теперь Все сначала Надо Красно-белым Начинать У Динамо Малашкевич Болучевский Вместе с ними Защитники Никитин и Гусев Такая четверка У хозяев Бросок Поворотом Дитковского В дальнюю Правую девятку Целился Нападающий Спартака Но немного Промахнулся Шестая минута Первого периода Савиков Передача Направо Дитковский Не бросает А теперь Момент у Фатахова Угол-то был Очень острый Попасть сложно Было Тем более Сильно Шайба Летела на Клюшку Фатахову Бросок Получился Но не точно Еще раз Передача На Фатахова Фатахов Минуту Так Да Я не обратил Внимания Шайбу сравнивает Счет Спартак Ведь не обратила Внимания Что Пятиминутное Удаление У Байкова Вот это да Я не знаю Режиссеры Может быть Найдут момент С удалением Байкова Но это будет После А пока Спартак сокращает Отставание В счете 2-1 Фатахов Забрасывает Ну неужели повторение Вчерашнего Игрового дня Мы увидим Как в большинстве В большинстве Вчера Спартак Четыре шайбы Из пяти забросил И вот сегодня Еще одну Пятую шайбу За два дня Спартак В большинстве Забрасывает Спартак на девятом месте Был по большинству Перед вчерашним Игровым днем Но вот такая реализация Я думаю конечно Спартак может быть Даже в пятерку Лучших клубов МХЛ поднимет Счет становится 2-1 И по прежнему Байков отбывает Наказание Пятиминутное удаление У Леонида Байкова Да Четырехминутное Прошу прощения 2 плюс 2 Все разобрались Спасибо Александру Торпареву Нашему режиссеру Трансляции 2 плюс 2 Получил Леонид Байков Но по прежнему Динамо в меньшинстве Потому что Первые две минуты Спартак Преимущество реализовал Сусуев Бросок поворотом Добивание Ну что же Вот это игра сегодня Честно говоря Мы с моим Субведущим Экспертом Атвей Мишарин Немножко переживали Что сегодняшний матч Может не получиться Таким зрелищным Как вчерашний Но по-моему Мы ошибались И эмоций У команд Хватило На два матча Но пока Выводы какие-то Делать еще рано Идет только лишь Первый период Более того Только седьмая минута Посмотрим что дальше будет Но настрой Во всяком случае У тех и у других Боевой Спартак Шайбы Бросок поворотом Рядом со штангой Фатахов На шестой минуте По-моему Периода Забросил Шайбу В большинстве Вчера Фатахов Кстати отличился В большинстве И сегодня У него это 14-я шайба В этом сезоне Дитковский Оставление на Шумилова Передача на Дитковского 40 секунд еще У Спартака Есть на то Чтобы попробовать Сравнять счет Савиков Передача на Дитковского Бросок поворотом Отражает Бросок Чернышев Продолжают Москвичи атаковать Дитковский Не получилась Передача назад И Выбрасывает Динамо В США Из своей зоны Сегодня много Болельщиков Много сегодня Болельщиков И на центральных Трибунах Вот момент Какой у Дитковского А фанат Спартака Сейчас я После этого момента Фатахов Не дотягивается До шайбы Фанат Спартака Зашли на один Из центральных Секторов Расположились В уголке Обычно Стоячие места На фанатском Секторе Но вот То ли попросили Фаната Спартака Уйти все-таки Из-за Ворот То ли Сами они Решили Переместиться Спартаковцы В атаке В полном составе Динамо Из четырех Минут За четыре минуты Одно большинство Спартак сумел Реализовать Никитин Девятая минута Первого периода Выбрасывают Хозяева площадки Шайбы из своей зоны Вновь Москвичи Певчулин Бросает Из-под защитника Чернышев Все видел Отбивает Наумов Наброс на ворота И Нужно игру остановить Потому что Нужна Динамо В сам пауза Сейчас Кто только что Включил свои мониторы Я напомню Голиков Третья минута Один ноль Пятая минута Родичев Два ноли Шестая минута Фартака В большинстве Два один Уже три шайбы За Неполные Девять минут Первого Периода Сегодня еще Несколько Матча А именно Две игры И обе начались В 13.00 В хоккейном городе СКА-1946 Принимают русские Витязи А в Москве Крылья Советов Играет с Красной Армией Столичное Дерби Вчера Армейцы 46-е Проиграли русским Витязям 1-2 В хоккейном городе Ведя в счете 1-0 Таким образом В таблице Лока Имеет в активе 72 очка Лока вчера победил В овертайме 5-4 Динамошинник Набрал очередные 2 очка У Лока 72 После 42 матчей У 46-х Осталось 64 После 39 игр На 8 очков Лока Опережает 46-х И Соответственно На те же 8 очков Московская Динамо Опережает Ярославцев Брасывание В нейтральной зоне Нам в очередной раз Бойкова показали Ну и вот Динамозавр Скачущий По трибунам Сегодня Суббота Достаточно много Помимо болельщиков Спартака Достаточно много Болельщиков На центральном секторе Выиграли Вбрасывание Москвичи Но я думаю В перерыве Мы посмотрим Как в параллельных Матчах Дела обстоят Потому что Отвлекаться Честно говоря От такой игры Наверное Не стоит Дедковский На пятачке Был И пытался Обработать Пас партнера Который отдавал Дедковскому Из-за ворот Но не получилось Ответ Динамо Мчится Кшаби Малашкевич И параллельно Сегодня В Воскресенске В час дня Начался матч Чемпионата ВХЛ Динамо играет Сегодня с Химиком Динамовская команда Выступающая Во Всероссийской Хоккейной Лиге Это третья выездная игра Команды Сергея Пушкова Пока одна победа В активе Динамо Семь четыре Над Дизель Одно поражение 0-2 в Тамбове Посмотрим Как сегодня с Химиком Служатся матч Химик Серьезная команда Хотя Походу сезона Потеряла своего Главного тренера Гришин ушел на повышение Работает В московском Спартаке Потому что Химик Является клубом Партнером Спартака Вот так вот мы Как говорится Закруглили Эту тему Спартак Молодежно играет Здесь в Петербурге Ну а Другая Динамовская команда Команда ВХЛ играет С Химиком Являющимся клубом Партнером Спартака Бобровских Делает передачу В чужую зону Первые 10 минут Сыграны 2-1 И по-прежнему Достаточно высокий темп И много борьбы сегодня Передача на Точилкина Точилкин По борту Ну здесь Сложно было Обработать шайбу Обчинникову Потому что рядом Находились 2 хоккеиста В синей форме Одно очко всего Отделяет Динамо От Спартака Сегодня принципиальнейший матч Я сказал о лидерах Золотого дивизиона Западной конференции И совсем не упомянул Команды Которые мы сегодня Видим На льду Динамо Пятое место 49 очков После 39 матчей Спартак 48 очков После 39 тех же игр Так что Если сегодня Побеждают красно-белы Они обходят Динамо Если динамовцы То они Увеличивают отрыв от Спартака Бросок по воротам И очень важный матч Потому что Я напомню Первые 5 команд Золотого дивизиона Напрямую попадают В Кубок Харламова А Кам 6-й 7-й 8-й командам Придется мучиться В плей-ин С тремя В противостоянии С Тремя лучшими Командами Серебряного дивизиона Петербуржцы Шайбой По борту Синяткина Отправляет Шайбу на Бойкова Сегодня Воссоединилась Тройка Бойков Давыдов-Синяткин Москвичи в атаке Убегают 2 в 1 Практический Бросок по воротам Чернышев Не стал отдавать Передачу На партнера Сейчас 87-й Номер Лукьянцев Ну честно говоря Перекрыт был Варюшкин Четвертая Тройка Нападения Сейчас создала Этот момент У красно-белых Бросок Лукьянцева Ну и Получился Наверное Он не таким Хорошим Как Хотелось бы Игроку И достаточно Спокойно Чернышев справляется 8 минут 45 секунд До окончания Первого периода В перерыве Наша студия С Матвеем Мишариным Напомню Бывшим Защитником Молодежного Динамо Который с этого сезона Является Нашим Постоянным Экспертом И на матчах Молодежного Динамо И естественно На матчах Команды ВХЛ Голиков Мчится к шайбе Он забросил Свою первую шайбу В карьере В молодежной хоккейной лиге Конечно Мечтает сразу же Дубль Наверное Сделать Но может быть Моментика будет у него Еще сегодня И совсем точный пас Савиков И Савиков Не точно играет Ну и в свою очередь Артемьев Выбрасывает шайбу В зону Спартака Чтобы просто поменяться Москвичи Времени проведенному на площадке В этом сезоне Среди игроков Защитников МХЛ Болучевский В дальний угол Малашкевич Так прямо Хлестнул клюшкой по льду Потому что Ждал наверное Передачу Захар От Болучевского Захар Малашкевич Сын Одного из тренеров Олега Малашкевича Команды Всероссийской хоккейной лиги Динамо Санкт-Петербург Бросок Потахова Решил застать Врасплох Наверное Нападающий Спартака Чернышева Контратака Динамо Хороший момент Но сходит шайба С клюшкой У Бобровских У Бобровских И Соответственно Не было Передачи на Пятачок 6.50 До окончания Первого периода Пивчулин Момент 1 в 0 И 2-2 Вот прозевали Динамо С эту передачу Сейчас на 70-го номера На Пивчулина Прозевали Вот давайте смотреть Повтор момента Дали принять шайбу Пивчулину Мы разберем С Матвеем В перерыве Этот момент Ну что же Ну просто Какое-то повторение Вчерашнего дня Правда вчера Динамо вело 3-0 В первом периоде И Спартак Две шайбы Забросил 3-2 Закончился Первый период Сейчас 2-2 Ну вот смотрим Еще раз Пивчулин И переигрывает Чернышева Ну что же Ничья 2-2 И все заново У нас начинается На 14-й минуте Первого периода Москвичи Отыгрались Ничья 2-2 Олег Пивчулин 2-2 Посмотрим Что будет дальше Как и вчера Первый период Сегодня получается Сверх Результативным Как правило Бывает Что после Сверхрезультативного Матча На следующий день Команды Опять же Повторюсь На Пониженном Эмоциональном Коне играют Но сегодня Абсолютно Это не так Абсолютно Не так И честно говоря По мне Вот эти матчи Стыковые Практические матчи Прямых конкурентов Превосходят Мои ожидания По накалу Левкин Но я думаю Доволен Заместитель Генерального директора Хоккейного клуба Динамо Санкт-Петербург Доволен Прежде всего Непосредственно Накалом Игры Виктор Владимир Шалаев Сегодня Отмечает День рождения Пользуясь случаем Поздравляю Одного из руководителей Динамо Наверняка Смотрит Матч Ну и переживает За команду За свою команду Вбрасывание В зоне Чернышева Артемьев Против Дедковского Арбитр Возвращает На площадку Тех игроков Которые хотели Поменяться Уже после того Как Было Запрещено Судьями Это делать 6 минут 2 секунды До окончания Первого периода Фатахов Иван Гаврилов Дедковский Вновь первая тройка Нападения У У Спартака И хотел выйти Савиков на площадку Но ему не дали Поэтому Молков И Наумов Такая пара Осталась на льду Но вот сейчас Я думаю Они оба поедут Да Оба уезжают На скамейку Запасных Спартака Вы этого не видите Но Появляются А нет Не Савиков появился Другая пара появилась Орлов с 42-м Номером Маршин Вбрасывание Динамовцы Выигрывают Но надо будет Повторить Данную процедуру И Третья шайба Влетает в ворота Динамо Сразу после Вбрасывания Бросок Поворотом 3-2 Москвичи повели Ну что же Вот от этого Надо конечно Суметь оправиться Хозяевам Фатахов делает Дубль Делает дубль Фатахов Это его Третья шайба За два игровых дня Посмотрите Сразу Вбрасывание Выиграли Динамовцы И Фатахов Не раздумывая Даже Режиссер Не успел За этим моментом Камеру повернуть Вот посмотрите Вот с этой точки Все видно Фатахов Над плечом Над правым плечом Чернышева Шайба летит Мертвая зона Винить голкипера Здесь Я думаю нельзя 3-2 Мастерство Нападающего Прежде всего И Спартак Выходит вперед Ну что же Пятнадцатая минута Периода Будет нам что Разбирать в студии Безусловно Опять пять шайб В первом периоде Мы увидели У Фатахова Это Пятнадцатая шайба В этом сезоне Замена вратаря Замена вратаря У Динамо Чернышев покинул Площадку Чубенко появился Вчера При Аналогичной ситуации Игроки Спартака Точнее тренера Спартака Оставили в воротах Канаева При счете 0-3 Поменяли его только Когда четвертую шайбу От Чарюканова Канаев пропустил Тренера Динамо не стали Ждать И тут же заменили вратаря Передача на Балучевского Балучевский Будет бросать Нет Вот теперь Балучевский Решил отдать пас Все-таки на Партнера На Малашкевича Второй раз В первом периоде Балучевский с Малашкевичем Выскочили вдвоем На одного Хоккеиста Спартака Но вот сейчас Прочитал Прочитал защитник Спартака То что именно Передача будет следовать И прервал ее 2-3 Динамо проигрывает За 5 минут 3 секунды До окончания первого периода Вбрасывание В зоне москвичей Никто не может Нас остановить Плакат Который Вывещен Ну пока да Спартак Динамовцы пока Остановить не могут Повели быстро 2-0 Но затем Три шайбы пропустили Хозяева Бойков Параллельно На главной арене Юбилейного Динамо Юниор Играет В первенстве Немхайл С Тверичами Но об этом Наверное мы Поговорим Завтра Кто хочет Вы можете Параллельно Включить трансляцию Которую Проводит Мой коллега Михаил Лапин Ну а завтра Я прокомментирую вам Повторный матч Динамо Юниор Тверичи И конечно Завтра мы уже Будем подробно Говорить об Немхайл Потому что сегодня Просто нет времени Мы все Здесь на малой арене Юбилейного Смотрим Очень интереснейший матч В рамках Молодежной хоккейной лиги Давыдов на точке Вбрасывания В составе Динамо Против Точилкина Выигрывает Динамовцы Бросок Поворотом Рикошет Синяткин бросал Сейчас Держится За лицо Игрок Спартака Отправляется На скамейку Запасных Но нет удаления Динамовцы в атаке На коленях Голкипер Находился Бросок Поворотом Корзин Где шайба Мечется она По Вратарской Площадке На льду Бойков Сколько же борьбы И для арбитров Очень Тяжелый матч Я думаю Сегодня будет Да он уже Таким получается Динамовцы Хороший отрезок Проводит Разворачивается Давыдов Давыдов Оставляет шайбу На Бойкова Бойков Поперечная Передача Бросок Поворотом Не попадает Створ Да Сейчас в одной Смене Посмотрите Три хоккеиста Травмы получили Но и один из них Подняться не может Хоккеиста Спартака Сейчас на льду Находится Это По-моему 95-й Номер Артем Малков Защитник Да и не может Подняться Никак Что ж там Произошло Давайте Смотреть Да Артем Малков Такое впечатление Что Нокдаун В нокдаун Не находится Игрок Просто Сейчас Не знаю Сомнений у меня Сумеете Продолжить матч Защитник Спартака Под аплодисменты Он покидает Лед Три минуты 51 секунда До окончания Первого периода И Малков Уходит Сразу Я думаю Нет Не в раздевалку А со скамейки Запасных Спускается На Кресло Которое Рядом Со скамейкой Находится Сейчас Будет Необходимую Помощь Получать От Спартаковского Врача Ну вот Еще раз Бросок Поворотом Доиграл Эпизод На морально Волевых Малков Ну а потом Уже Не смог Подняться Атака Москвичей Чубенко Уже Его Сейчас Очередь Была Выручать Свою Команду Игра Высоко Поднятая Клюшкой Фиксируется Но не опасная Поэтому удаления нет И вот При такой Игре Достаточно Плотной Жесткой Эмоциональной Всего Одно Удаление Было Бойков Получил 2 плюс 2 Сегодня Это удаление Спартак Использовал И у Москвичей Пока Удаления Нет Динамоцы Еще ни разу Не получали Возможность Поиграть В большинстве Выигрывают Москвичи Вбрасывание Савиков Передача Направо Заброс В зону Динамо 3 минуты 20 секунд Еще играть В первом Периоде Храпов Пас на Сусуева Тот Направо Но это Положение Вне игры Шумилов Уже находился В зоне Атаки Когда Ему Была Направлена Передача Сусуева Вбрасывание В нейтральной зоне Давайте Попытаемся Все-таки Сейчас Обновить Сайт Молодежной Хоккейной Лиги Посмотреть Что там В других Матчах Творится Потому что В некоторых Из них Уже могли Завершиться Первые Периоды Итак 0-0 Крылья Советов Красная Армия Заканчивается Первый Период У нас 2-3 СКА 19-46 Проигрывает Русским Витязем 0-2 Ничего Себе Как Русские Витязи После победы Здесь в юбилейном 6-0 Переехав В хоккейный город Что творят Вчера победили 2-1 Сегодня выигрывают 2-0 Русские Витязи Отчаянно борются За то Чтобы в восьмерку Попасть И они уже в восьмерке Это значит Что крылья Советов Московские Пока не попадают Вообще В плей-оп Спартак Спартак В атаке Шайба В динамовской зоне Певчулин Один из авторов Заброшенных шайб Сегодня Ответная передача На Певчулина Но здесь Никитин успевает И пошла Динамовская Уже атака Малашкевич Небольшую паузу Взяли команды Сейчас Динамовцы Прежде всего Варюшкин Входит в зону Заброс за ворота Чубенко Воликов Не вывели Динамовцы Шайбу из своей зоны Спартак Перехватил И Пытается позиционную Атаку начать Нет Все-таки вышла Шайбу в нейтральную Последние две минуты Пошли Первого периода Тот же счет Что и Вчера В первом периоде 3-2 Но на сервис выигрывает Спартак А не Динамо Савика Савика Передача какая На пятачок Перед воротами Овчинников Едва-едва Не замкнул Пас Савикова Филиков Поперечный пас И вновь Филиков Ну вот кстати Динамовские фанаты Подтянулись Они за воротами Чубенко Расположились Немножко опоздали К игре Но сейчас оказывают Так же шумовую поддержку Своей команде Последняя минута Пошла Первого периода Давыдов Разворачивается Очень активный Хоккеисту Спартака В прессинге Обратите внимание Давыдов А это уже Малашкевич Захар Малашкевич Теряет шайбу Ну что же Подводим Предварительные итоги Вот после этого Момента Первого периода Удаление будет Удаление Конечно же На Семене Синяткине Нет Сейчас посмотрим Повтор еще раз Да все правильно На Семене Синяткине Нарушили правила Хоккеисты Спартака Но если бы не это нарушение Возможно Синяткин бы И сравнял счет сейчас Посмотрите Сразу два хоккеиста Спартака Били по рукам Семена Ну и один из них А именно 37 номер Наумов Отправился на Две минуты Отдыхать Итак Третья минута Голиков 1-0 Пятая минута Родичев 2-0 В пользу Динамо Шестая минута Фатахов В большинстве 2-1 Четырнадцатая минута Пивчулин 2-2 И пятнадцатая минута Фатахов 2-3 Вот так вот развивались события В первом периоде Ну и на его исходе Динамовцы Впервые в сегодняшнем матче Кстати получают Численное преимущество 25 секунд еще есть У хозяев Чтобы попытаться забросить Выигрывают Хозяева Вбрасывание Задержка соперника Клюшкой Такой вердикт В отношении Наумова Родичев Пас налево Родичев и Голиков Сегодня свои первые шайбы В молодежной хоккейной лиге За Динамо Забросили Ну а это Андрей Балучевский Который еще Недавно был на выезде С командой ВХЛ Было принято решение Вернуть Балучевского И Малашкевича В распоряжении Молодежной команды Динамо Потому что Кровь из носу Надо Динамовцам Сегодня брать Очки у Спартака Выигрывают Вбрасывание Москвичей Выбрасывают Чайбу из своей зоны Ну и теперь Наверное Уже точно Петербургам Не удастся Использовать большинство До окончания Первого периода Балучевский Все Последняя секунда Звучит сирена 3-2 В пользу Спартака И вот этот Просто Великолепный По накалу Первый период Мы будем разбирать В нашей студии Буквально через пару минут Звучит сирена Игра начинается И где бы вы ни находились У вас есть возможность занять лучшие места Не упустить важно И рассматривать детали Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Ну что ж Мы с тобой Матвей Как переживали Думали что Второй матч получится Не таким активным И насыщенным Как первый Но по-моему Мы ошибались 3-2 Но в пользу Спартака На сегодня раз А не в пользу Динамо После первого периода Матвей Где силы Взяли хоккеисты Что они второй матч подряд Вот так вот начинают С таким нахрапом С таким давлением Дело в том Что те команды Которые не найдут силы В этих матчах Они могут потом Начать эти силы Копить с февраля Могут просто не попасть в плей-офф Вылететь в плей-ин И закончить сезон Поэтому ценность этих матчей Такая высокая Что силы Ну нужно брать Просто из себя Все доставать Либо сейчас Либо никогда Поэтому Парни Что Спартак После вчерашнего эфира Продолжают сегодня играть Потому что Никто не останавливается Верни 2 очка Вчерашних Это полдела Также для наших парней Нужно конечно реабилитироваться И попытаться вернуть Тот Трехочковый разрыв Который был между этими командами До очных встреч Поэтому команды сегодня Конечно показывают Такую же активную игру Как и вчера Главное событие Если говорить о Динамо Это возвращение Балучевского И Малашкевича Ты заметил Что что-то поменялось С их приходом Сегодня в игре Динамо По сравнению с вчерашним днем Ну вчера первый период Конечно был Особенно первые 10 минут На нашей стороне Парни молодые сделали дело Хотя какие они уже молодые Семен Синяткин Давыдов Ну это уже как Стоявшиеся игроки Молодежные лиги Так что их молодыми уже не назовешь Сегодня уже приехали Так скажем старички И вот с первых С первых 10 минут Видно что основательности В игре добавили В какой-то уверенности Снова появили 2-0 Но потом опять что-то пошло не так Опять какие-то Не совсем нужные удаления И Спартак вновь Перезарядился за период И Вторую половину первого периода Оставил за собой Да Но по мне так равная В принципе игра Ведь и у Динамо В концовке были моменты Чтобы сравнять И сделать 3-3 Да Как-то оборона Что у Спартака Что у нашей команды Что вчера Что сегодня Действует Слабо Все шайбы Которые доходят до пятака Все моменты Когда Вообще команда Такут Моментом быть То есть нет такого Что игрок ездит по зоне Не знает что сделать Нет такого Что команда Заходит в зону И просто Сразу же Команда соперников Кидывает шайбу Всегда какие-то опасные моменты Всегда какие-то интересные решения И отсюда такой результативный хоккей Ну что ж Давайте смотреть шайбы Их 5 было в первом периоде Ну и начинаем С дебютной шайбы В МХЛ Макараголикова Но здесь конечно Заслуга огромная Ханина Который Вот такую передачу Отдал прямо на пустые ворота Да Спартак вышел немного Как мне показалось Не готовый С первых минут Играть Особенно в обороне Потому что вот Ну такие передачи конечно Должны во-первых Перехватываться Во-вторых Ну один игрок на пятаке Конечно это ошибка обороны И второй гол Динамовцев Мы сейчас посмотрим Там примерно то же самое Да Ну здесь я с тобой согласен Во-первых Нужно было Крыть эту передачу Во-вторых Вот тот игрок Просто не успевает Да За Гориковым Находится за спиной его Ну конечно Защитник всегда должен находиться Между вратарем И игроком соперника Поэтому это Определенная ошибка защитников Ну так же вот отскок тоже Почему Ханин подбирает Это должны накрывать Защитники Спартака Ну в общем Не было той заряженности Которая была у Динамо Отсюда вот такие два гола Да Причем во втором матче подряд У Спартака И вчера и сегодня Спартак начинает С пропущенных шагов Да Как-то Какая-то проблема Я не знаю Была ли она у них До встреч с Динамо Но вот По этим двум встречам Я думаю Тренерский штаб Спартака Будет делать какие-то выводы Почему команда Так плохо начинает Да Но с другой стороны Мы видим Как затем Эта же команда Продолжает играть Давайте смотреть Шайбу Родичева Тоже первая шайба Его в МХЛ В этом сезоне Тоже провал в обороне Он тут даже Скорее индивидуальный Ваня Чирюканова Вылазит Но и тут Защитник подключается К атаке Да Но почему нет Защитников Почему нападающие Не вернулись Нет заряженности На то Чтобы Убирать шайбу С пятака Убирать игроков С пятака Да Ну и отметим Все-таки бросок Родичева Все-таки Во-первых Смело пошел На ворота Во-вторых Точно попал Точно На самой Что Дина есть Неудобной Высоте для вратаря И Он даже выкатился Если мы сейчас Еще раз посмотрим Вратарь очень далеко Выкатился из ворот Но Родичев Сино Нашел лазейку Ну это Какое-то уже мастерство Он все-таки Уже два сезона Полтора получается Провел Динамо Юниор В нашей второй команде Поэтому Как Что натаскался И вот сейчас Показывает С первых же своих игр Хорошую игру За первую команду Молодежной Да Хорошую игру Ну и Теперь шайба Спартака И вновь Спартак В первом периоде Забрасывает в большинстве Бойков 4 минуты получает Ну удаление Динамо Это отдельная тема наверное Ну а здесь мы Сейчас видим Как Забрасывает шайбу Фатах Очень неприятный отскок Потому что Точно на клюшку Фатахову Пытался Егор Никитин Поймать на себя шайбу До этого Вчера Вот допустим Получалось Сегодня Ну слишком хорошо Она пришла ему на клюшку Поэтому Тут даже низом Бросок зашел Поэтому Ну что тут сделаешь Да что тут сделаешь Ну и вратарь Не успевал конечно Вернуться после первого броска 2-2 Спартак Сравнивает счет Практически Да на 14 минуте Спартак сравнивает Пивчулин И вот здесь Матвей Вот эта передача Посмотри как она прошла Вот здесь уже наверное Позиционно Динамовцы ошибаются Да я Не вижу кто это был Из защитников Но определенно Перестроение было Неправильным Сейчас мы наверное Увидим с этого повтора Потому что Пивчулин убегает 1-0 Но вот именно Два шага Которые делает защитник Динамо Не дает ему потом Догнать этого игрока Да я вот пытаюсь Они не Это 69-й Матвей Филиков Да Да это Филиков Но Филиков Молодой игрок Тоже это его всего лишь Вторая игра получается Ну поэтому да Конечно простительно Потому что они были На одном уровне Но Пивчулин Просто бежал вперед А Филиков в это время Перестраивался С спины С лица на спину И поэтому Проиграл в скорости Ну и Пивчулин Это его первая шайба Он я его помню Еще с прошлого сезона За игру в Сахалинских Акулах Он и в этом сезоне Там начинал сезон Ну вот сейчас Перешел систему Московского Спартака И вот его первая шайба Да ну вот этих двух шагов Как раз таки Не хватило Получать с Филиков Потому что пространство Между Филиковым и Пивчулиным Было достаточно большим Когда Пивчулин уже принимал Да может быть они были На одном уровне Повторюсь Но вот где-то Неправильное перестроение Неправильное мне кажется Просто оценю позицию Но пытался догнать Изо всех сил Но вот Пивчулин Опытный игрок Так что То что ему Филиков проиграл Это простительно Еще раз скажу Ну что ж Фатахов дубль сделал В первом периоде И сейчас смотрим Его вторую шайбу Смотрим его вторую шайбу Сразу после вбрасывания Взял Да и бросил И причем как попал В ближнюю девятку Артем Шаков Наш сегодняшний гость С кем я смотрю Эту встречу Сказал что у Фатахова Просто прекрасный бросок Он маленький Но в то же время Бросок у него Очень резкий Мощный И с правильной техникой То есть он как тренер Оценил И здесь Сразу после вбрасывания Ну конечно тут Чернышов просто Может быть не был готов К такому броску Очень часто после вбрасывания И когда игрок Резко Без подготовки Так бросает Она залетает Да она залетает Ну и замена вратаря Сразу же у Динамо Чебенко занял место в воротах Вот любопытно Вчера Канаев При счете 0-3 оставался В воротах Спартака И поменялся только когда Четвертая Черюканова Залетела А здесь сразу пошла замена Да тут 3 быстрых гола И может быть Это даже было сделано С акцентом на то Чтобы Чернышов Дальше не поплыл Он как Вины в пропущенных шайбах Я не вижу Но тренерский штаб Принял такое решение Что лучше его сейчас заменить Потому что иначе Это могло бы появляться Еще больше голы Все таки вратарь молодой Может быть не совладал бы с собой И кто знает Решили вот перестраховаться Но повторюсь Вины в пропущенных шайбах Чернышова точно нет Второй матч подряд Динамо ведет И затем Упускает преимущество Вот есть ли в этом закономерность Или это просто стечение обстоятельств Это даже не второй матч подряд Мне кажется Ну я имею ввиду Вот из этой Этой пары Динамо-Спартак Да есть такая проблема Мы конечно с тобой говорили Про первые периоды Что они у Динамо Порой не получаются Но я бы не сказал Что вот эти первые периоды Не получились Просто Такая ситуация 2-0-3-0 И в результате 3-2 И 2-3 Я рассматриваю Это немного с другой точки зрения Вытащили матч Но вот Вытащили ли Когда такие Ненужные удаления Мне показалось Что это наша команда Просто матч отдала Да ну и нельзя Обойти тему Я уже в первом периоде Сказал в эфире О том что Лига пересмотрела ситуацию С Максимом Юрковым Но такое редчайшее событие Когда арбитры едут Мы не будем сейчас обсуждать Действия судей Потому что во первых Это в общем не наше дело Но тем не менее Арбитры поехали смотреть повтор Посмотрели Вынесли наказание И после этого Лига Говорит о том Что аннулирует Этот штраф Очень тяжелый момент Был вчера С точки зрения Трактовки судей Все таки Юрков шел Целенаправленно Играть в корпус Но попал в голову Вопрос в том Как на каком уровне Была расположена Голова соперника Судейский комитет Вынес такое решение Что да Скорее всего Он сам ее опустил А силой прием Был выполнен чисто Просто такое стечение Обстоятельств Спорный момент И вчера Мне кажется Судьи Очень тяжело Было им разобраться Поэтому Ну я думаю Да справедливо Потому что Юрков Ни в коем случае Не хотел принести Травму сопернику Поэтому Ну 5 плюс 20 Ну Что было того уже не вернуть Вчерашний матч проигран Да Но это не отменяет того Что Помимо удаления Юркова Были еще удаления у Динамо Они шли Одно за одним И Половину третьего периода Практически вчера Динамо Мы так вот плавно Просто аналогии Проводим с вчерашней игрой Половину третьего периода Динамо Кстати вот все эти удаления Начались как раз таки После Большого штрафа Юркова Они потянули За собой следующее Да Так что Конечно Можно назвать Это удаление решающим Но Когда ты удаляешься Скорее всего это твоя вина Поэтому Винить судью Тут точно нельзя Четыре периода Активного Агрессивного хоккея Сейчас будет пятый период Если говорить о двух матчах Ну что силы Останутся Да конечно Слишком Слишком много на кону Чтобы просто так же взять И перестать играть Просто никто себе Такого не позволит Да Если начали То уж надо И заканчивать соответственно Да Тем более игра идет Все получается За исключением может быть Обороны Атака превалирует Над защитой Я думаю Парни сейчас Что с одной Что с другой стороны Просто полетят вперед И будут дальше давить 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 Да Ну что ж Две минуты до начала Второго периода Отправляюсь на комментаторскую позицию Смотрим Встречаемся Теперь уже во втором перерыве Максимум Победа Максимум Победа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Возвращаемся в юбилейный Точнее Из студии Плавно переходим Уже на площадку На ваших экранах Илья Чебенко Который в первом перерыве Поменял Тимофея Чернышева Когда тот пропустил Третью шайбу 3-2 3-2 Спартак выигрывает После первого периода Голиков Третья минута 1-0 Родичи Пятая 2-0 Фатахов Шестая минута В большинстве 2-1 14-я минута Певчулин 2-2 И 15-я минута Фатахов 2-3 Удаление у Спартака Было В концовке Первого периода Поэтому Наумову Еще Минуту 36 секунд Находиться на скамейке Штрафников Ну и статистика Первого периода Сейчас я вам ее Оглашу Итак Броски по воротам Вот так Есть шанс Студия удаления И вот тебе Пожалуйста Имея большинство В спину Раступились они 2,65 Коэффициент Надежности Ну если говорить Кстати о лидерах МХЛ То не так много Хоккеистов Обеих команд Входят в десятку Лучших по тем или иным Позициям Но вот К сожалению Леонид Байков После того Как получил Матч с русскими Витязями Большой плюс Дисциплинарный До конца игры Штраф Занимает первое место В Списке Штрафников То есть Удаляется Имеет Будь всех В активе штрафных Минут Среди всех Игроков Умхайл Ну и вот Он удалился В первом периоде И сегодня Савиков Передача налево Дидковский Сходит шайба С клюшки Дидковского 10 секунд До выхода Малашкевича Со скамейки Штрафников Бросок Савикова Поворотом Савиков Бросок И на месте Оказывается Чубенко Третья минута Пошла второго периода Показали нам Двух вратарей Сразу Чубенко И Корзина У Корзина В свою очередь Это 14-я игра В этом сезоне 91,7% Отраженных бросков 2,68% Коэффициент надежности То есть примерно Одинаковый Коэффициент надежности И у Чубенко И у Корзина Вбрасывание Москвичи выигрывает Существует Существует Здесь на малой арене Юбилейного Ближайшие планы Голикова Помним первый период Коэффициент надежности Голевой пас Билеты Билеты уже в продаже Выбрасывает Коэффициент надежность Не то другие Другие атакуют Но пока счет Не меняется Во втором периоде Почти 5 минут Сыграно Что для матчей Вот этих двух Редкость Чтобы за 5 минут Не поменялся счет Нет проброса Можно играть И вновь Не совсем точный Первый пас В исполнении Хоккеистов Динамо Точилкин Передача Момент Чебенко на месте Чебенко на месте И вбрасывание В зоне Динамо 70 номер Пепчулин Бросал поворотом Тот самый Пепчулин Который в первом периоде Убежал от Филикова И Реализовал выход 1 в 0 Шестая минута Пошла Второго периода Выиграли Спартаковцы Вбрасывание Савиков Пепчулин Ну и теперь уже Давыров Подхватывает шайбу Уходит за ворота Хорошо пока Во втором периоде Вратари действуют Безошибочно Выбрасывает Динамо С шайбой Из своей зоны Пока Не получается Шайбой пройти Нейтральную зону Хозяевам Во втором периоде И Не получается Сделать Несколько передач Точных При выходе Из своей зоны Точилкин Савиков Хорошая позиция Бросок Поворотом Чебенко В очередной раз Справляется Динамо Выбрасывается Очко Напомню Разделяют команды В турнирной таблице Чемпионата МХЛ В западной конференции У Динамо В активе 49 У Спартака 48 38 39 матчей Одинаковое количество Сыграли обе команды Ну и Это заключительный матч Для Динамо В домашней серии Которая включает в себя 6 матчей Затем будут Выездные матчи И выезды Достаточно Серьезные Тяжелые 26-27 января Дерби В хоккейном городе Против СКА 19.46 у Динамо 1-2 февраля В Москве Игры с московским Динамо 5-6 февраля С Красной Армией В Москве матчи 13-14 с русскими Витязями Также выезд 17-18 матча Второго круга Со Спартаком Гостевые Вот так вот То есть Сколько На выезде Команда Динамо Проведет матчей 10 игр Выездных Ждут Динамовцев Очень тяжелый календарь Артемьев Рвался за ворота И только лишь 24-го февраля Следующие матчи В Петербурге 24-го против СКА Карелии 26-го против СКА Варягов Этими матчами Динамовцы завершат Регулярный чемпионат На каком месте Они будут к этим матчам Можно только гадать Удаление Удаление у Спартака За толчок соперника И еще шанс у Динамо Сейчас Использовать Численное преимущество Но вот сейчас нам Момент покажут Храпов Откровенно Толкнул В спину Никитина Не Храпов А Варюшкин Прошу прощения Кстати Вчера Егор Варюшкин Не принимал участия В матче Так что Свеженький хоккей Спартака Сегодня Отправился Сейчас На скамье К штрафнику Седьмая минута Второго периода По-прежнему 2-3 Динамо По большинству Занимает 14 место В лиге Спартак По меньшинству Четвертое Так что Неплохое Меньшинство У Спартака Но Динамовцы Забросили Вчера Шайбу В большинстве Все-таки Балучевский Родичев Балучевский И бросок С острого угла В исполнении Ханина Нет Сегодня в составе Елисея Карпова Получил он Многоматчевую Многоматчевую Дисквалификацию За Нарушение против Игрока Русских Витязей 5 матчей Дисквалификации Получил Карпов И Соответственно Пропустит Также игры В хоккейном городе Против СКА 19-46 Балучевский Наброс Борьба У борта И вновь Балучевский Бросок Поворотом Спокойно И надежно Играет Корзин Минута 13 секунд До выхода Варюшкина Со скамейки Штрафников 12 минут 28 секунд До окончания Второго периода Еще Много времени Играть во второй 20-ти минутке Показывает нам Корзина И вбрасывание В зоне Москвичей Даниил Давыдов На точке Поменяли Бригаду большинства Динамовцы Давыдов Синяткин Бойков Голиков А нет Прошу прощения Давыдов Артемьев Голиков Бойков И Никитин Такая пятерка Нет Синяткин Вот вчера я тоже удивлялся Когда не увидел Синяткина В числе тех Кто выходит вместе с Давыдовым И Бойковым На реализацию большинства Но вот тренеры Такой вариант используют Наверняка на тренировке Все это отрабатывается Поэтому Это можно нам со стороны удивляться Там-то в команде Все все Прекрасно изучили Кто с кем играет И когда в большинстве Голиков Бросок по воротам На пятачке Бойков находился Бойков Постоянно на пятачке Постоянно Борется Не чурается Силовой борьбы Получает Толчки Тычки Пинки Но при этом И забрасывает с пятачка Много шайф Савиков Не прошел пас Голиков Перехват И хорошая передача Голиков В какой момент Сейчас был Близок был Нападающий Динамо К дублю сегодня Давыдов Отдал на пятачок Голикову Голиков Подставлял Клюшку И чуть выше перекладины Шайба прошла Бросок Никитина Поворотом Рядом со штангой Девятая минута Завершается второго периода В полном составе Спартак Не удалось Хозяевам использовать Численное преимущество И сразу Контратака Посмотрите Три в два Точилки Сразу нужно быть Внимательными Динамовцам В обороне Храпов Играет через Защитника Пока 0-0 Во втором периоде Нет заброшенных шайб Затишье Голевое У нас Надолго ли Королев Передача налево Бросок Поворотом Рядом со штангой И посмотрите Как прямо от борта Решил Увидел Точилкин Что не успевает Может не успеть Вернуться в ворота Чубенко И пытался Застать врасплох Таким образом Голкипера Динамо Но успевает Чубенко Вот давайте смотреть Начинаем мы С момента Как раз таки Посмотрите Голиков отдает На Давыдова И вот передача Давыдова на Голикова И Голиков Был отпущен Игроком Спартака Посмотрите Касается шайбу И Чуть-чуть выше Ворота налетит Красивая шайба Могла влететь В ворот Спартака Но не влетела Это хоккей Динамовцы в атаке Булучевский Бросает Поворотом С острого угла И выбрасывание В зоне Москвичей Ну вот такие Премудрости Календаря Матчи Динамо Спартака Это матчи Первого круга Получается так Потому что 17-18 февраля Команды сыграют Уже в Москве И тоже Это будут Принципиальные матчи Потому что Еще раз повторяю Команды активно борются За то чтобы в пятерку Попасть Западной конференции Чтобы не играть Этот пресловутый Плей-ин с командами Востока Потому что Ладно играть Но Посмотрите кто может Попасть в этот Плей-ин И Амурские тигры Пока еще Шансы не потеряли Сахалинские акулы То есть это Дальневосточные команды И представьте себе Если надо будет Лететь на Дальний Восток Играть плей-ин Вот кстати Я вспоминаю Прошлый сезон Прошлый плей-офф Динамовский Я считаю что Не повезло конечно И даже Матвей Мишарин Наш эксперт признавался Когда он еще играл В прошлом сезоне За молодежное Динамо Что вот этот Заключительный выезд Регулярного чемпионата В Хабаровск Он подпортил картину Перед плей-офф То есть команда Все-таки Недовосстановилась Первым матчем Плей-офф в Москве С Динамо Вот этот дальний перелет Смены часовых поясов Было очень мало времени После возвращения Из Хабаровска Чтобы подготовиться К матчам в Москве Так что Плей-ин это Не вариант я думаю Никто туда попадать не хочет Но в обведение Нынешнего сезона Вбрасывание у нас За 10 минут 13 секунд До окончания второго периода Вбрасывание в зоне Москвичей Балучевский на точке У Динамо Против Точилкина Выиграли хозяева Вбрасывание Черюканов бросил Но бросок Сблокировали гости Никитин Марышев По своим воротам Бросал Марышев Так получилось Ну там защитник На пятачке Получил пас Контратака Спартака Опасно Ой-ой-ой Какой момент Дитковский сейчас Не попадает В створ ворот Видел он Что может Поймать Чебенко На перемещение Бросил Но не точно И вновь Шороху В зоне Динамо Наводит первая Тройка Нападения Москвичей Плюс наложение Применяют гости Ближняя скамейка К зоне атаки У Спартака Расположились Гости В зоне Динамо Черюканов Уходит За ворота Ну и Сейчас Есть возможность У хозяев Немножко Дух перевести Малашкевич Пошли на смену Подустала Вот эта пятерка Которая обронялась Сейчас у Динамо Малашкевич Борется за шайбу И удерживает ее Передача на Левкина Левкин наброс на ворота На пятачке Юрков Находился И подставил клюшку Сумел поймать На лету шайбу Левкина Бросок еще один И на месте Корзю 8 минут 55 секунд До окончания второго периода 2-3 по-прежнему Ну что Сегодняшний матч Не будет таким Результативным Как Вчерашний Чародей Ведь шайб было заброшено Сегодня уже 5 было В первом периоде Те же 5 что и вчера Но вот пока мы видим Безголевой второй Ну а что Динамозавр Ну а Динамозавр Что при счете 0-0 Что при счете 5-5 Условно Танцы Автографы И веселье Ездил напомню в пензу Динамозавра наш На другое дерби С дизелем Дизель Динамо Но об этом я уже рассказывал В прошлых трансляциях Кстати Удалось дерби Не только по антуражу По организации Но и по результату Динамовцы победили 7-4 А затем Двумя днями позже Уступили 0-2 в Тамбове Сегодня играют с Химиком Я пока не знаю Как там события развиваются Но кто хочет Может зайти на сайт ВХЛ И все посмотреть Либо В группу Команды ВХЛ Динамо Санкт-Петербург А вот что В хоккейном городе творится Я могу сейчас Вам посмотреть и сказать Напомню что 0-2 СК-1946 Проигрывал Русским Витязем Неожиданно проигрывал Вбрасывание Выигрывает Динамовцы Мишарин Филиков Прошу прощения Пасна Родичева Родичев Заброс в чужую зону Итак Крылья Совета В Красной Армии По-прежнему 0-0 Там безголевой матч пока У нас По-прежнему 2-3 СК-1946 Одну шайбу Отыграл У русских Витязей Пока там счет Вчерашней игры 1-2 8 минут С небольшим До окончания Второго периода Динамовцы в атаке Давыдов Параллельным курсом Ханин Давыдов сам бросил Поворотом Сблокировали гости Шайба рядом Со штангой прошла Но вот во втором периоде Как раз таки Оборона Пока превалирует Над атакой Мы размышляли С Матвеем Мишариным Что будет во второй 20-ти минутке Все-таки Сейчас мне кажется Построже команды Заиграли в обороне Ну наверное Выводы Определенные Были сделаны Хотя моменты есть Моменты есть И у тех И у других В принципе равный хоккей Гости с Шайбой Перевод На Орлова Орлов будет Набрасывать Орлов И Вылетает Шайба В ворота Петербуржцев 4-2 Спартак повел 4-2 Спартак повел Рикошет На пятачке На пятачке Ну что Неужели И опять Я думаю Я думаю Будет Видеопросмотр Потому что Непонятно От какого места Фатахова Шайба Все-таки оказалась В сетке ворот Может быть было И движение Коньком Например Но сейчас нам Объявят На предмет чего Видеопросмотр Для определения Правильности Взятия ворот Ну сейчас Мы Давайте смотреть Я честно говоря Вот по первому Повтору Не понял Фатахов Сразу поехал На первом В скамейке Запасных То есть Ну он-то понимает От кого Если он коснулся Последней шайбы Но вопрос От какого места Тело Фатахова Шайба Все-таки оказалась В сетке ворот Ждем мы Повтора 7.28 До окончания Периода Второго Ну и вот Сейчас может быть Мы что-то и увидим Да Сегодня для судей Игра Такая же Тяжелая Но вот смотрим Так И вот видите Задевает шайба Конек Похоже Фатахова Но движения не было Мне кажется Эта шайба Будет засчитана Сейчас Арбитры Очень быстро Разбираются Рикошетом Даже если Рикошетом От конька Все равно Шайба должна быть Засчитана Потому что Активного движения Фатахова Ногой В сторону ворот Не было Слушаем Да Все Так и есть Но здесь В общем Не о чем Говорить Как говорится Я думаю Что решение Абсолютно верное К сожалению Для Боящиков Динамо На тринадцатой Пассивный период Играют Команды И Сколько еще сил Осталось Не знаю 6.46 До окончания Второго периода Вбрасывания В зоне Ко льду МХЛ 2-4 Вбрасывания Браком шаги Шаевый Но не стал С 2006 Года Рождения Ну а это Макарханин Еще Визор Нельзя Одевать Пока только В маске Может играть 67-й номер Динамо Воспитанник Академии Ледовых видов Спорта Динамо Санкт-Петербург Много Воспитанников Академии В составе Молодежного Динамо В составе Команды ВХЛ В том числе Вбрасывание В зоне Чубенко Одну шайбу Мы увидели Во второй 20-й минутке После Крайне результативного Первого периода Небольшой затиш И у нас наступило Передача В направлении Малашкевича Наумов Прессинг В исполнении Динамо Малашкевич Не дают Спартаковцы Развернуться Черюканову Посмотрите Как активно В обороне Действует Ну конечно же Разбирали Москвичи Игру Лидеров Динамовских Рецепт 1 Не давать Пространства Этим Хоккеистам Тогда и Можно их Нейтрализовать То же самое Касается Кстати Относительно Лидеров Спартака Три минуты Девять секунд До окончания Второго периода Смену проводят Обе команды Илья Чубенко Вновь на ваших Экранах Ну и будет Вбрасывание Сейчас Скамейка Запасных Динамо И общий план Малоарены Спортивного Комплекса Юбилейный Выигрывает Динамо Совбрасывание Родичев Борется За шайбу Борьбу Проигрывает Орлов Бросок Поворотом Точилкин Бросил Шайба Попадает В Родичева Больно Защитнику Динамо Но дальняя Скамейка Вот если Была ближняя Наверное Родичев И поменялся А так Нужно доигрывать Эпизод Еще одна Остановка И еще Одно Вбрасывание Только Питер Только Динамо Ну и вот Посмотрите Номера Всех Динамовцев Ну не всех Большинства Динамовцев Сердечки В общем Понятное дело За кого Болеют Юные Болельщицы Которые Вывесили Эти Плакаты Еще раз Напоминаю Над Прямо Над Раздевалкой Динамо Над входом В коридор Ведущий Раздевалку Динамо Никитин Не сумел Выбросить Шайбу Из своей зоны Вторая половина Второго периода Проходит С достаточно Явным преимуществом Спартака Да и в целом Второй период Дедковский Дедковский Выдавливает его Выдавливает его Синяткин Из зоны Динамо Дедковский Пас налево Борьба за шайбу Ну вот сейчас Может контратак Получиться Нет Уже успели Спартаковцы Возвратиться Никитин Пытался На пролом Пойти Но Красно-белые Справляются Бойков Заброс в зону Спартака Ну и давненького Удаления Кстати не было Последние две минуты Пошли Второго периода Дедковский Передача Ой как опасно И где шайба Иван Гаврилов Бросал поворотом Просто в упор На месте оказался Чубенко Контратака Динамо Артемьев По левому флангу Очень много борьбы Во второй двадцатиминутке А счет Два-четыре Бросок поворотом Но это легкая добыча Была сейчас для Корзина Вот это уже Если бы попал В створ Макар Ханин Было бы гораздо сложнее Вратарю Спартака Справиться Сегодня Макар Ханин Один из лучших В составе Динамо На мой взгляд Вновь он с шайбой Последняя минута Пошла второго периода Посмотрите Не встречают Динамо С игроков Спартака В нейтральной зоне Играют в откат И таким образом Спартак очень легко Нейтральную зону проходит Вот об этом Наверное мы поговорим С Матвеем Мишариным Почему так получается Что Спартак Столько времени Владеет шайбой В зоне атаки А дальше уже За счет наложения Спартак И играет И плетет кружева В зоне атаки Так удаление Вот говорил я Давно не было Удалений Как Спартак Нарушает правила И за 26 секунд До окончания Второго периода На Чаруканове Нарушил правила 26 номер Шумилов И обратите внимание Помните концовку Первого периода Там тоже за 25 секунд Удалился Спартака А во втором периоде За 26 Поразительная стабильность У москвичей Давать шанс Динамо В концовке Каждого из периодов Итак Давыдов Балучевский Малашкевич Чаруканов И Никитин Такая пятерка Будет завершать Второй период Выигрывают Хозяева Вбрасывания Никитин Надо повторить Данную процедуру Балучевский Против Точилкина На точке Вбрасывания Ну что ж Больше Месяца Не будет Молодежного Хоккея на Маларине Юбилейного Скучать будем По динамо Команде Это так Небольшое Отступление Никитин Паст Направо Вновь Никитин 11 секунд Есть Бросок Рядом Со штангой Шайба Летит Чаруканов Малашкевич 5 секунд Надо бросать Поворотом Динамо Санбалучевский Передача Бросок И звучит Сирена Завершился у нас Второй период Второй период Спартак выиграл 1-0 Единственную шайбу Фатахов забросил На 13-й минуте И буквально Через пару минут Разберем Период В нашей студии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я немного с другого хочу начать Матвей Вот такой активной фанатской поддержки Мы давно здесь не видели И болельщика Спартака И болельщика Динамо Вот тебе как бывшему игроку Насколько меняется ощущение хоккеиста Когда он выходит И активно вот так Фанатский сектор Грубо говоря Топит за Тебя, за твою команду Но это придает тебе сил Мы все время говорим Что хватит ли Команде И физических И эмоциональных сил Но тут Конечно Когда такая поддержка фан-сектора Когда столько человек приходит посмотреть Конечно Это толкает тебя вперед Заставляет тебя Работать еще большим усилием И вчерашнее И сегодняшнее начало Нашей команды успешной Это как раз таки Залог того Что фан-сектор Гонит тебя вперед И В то же время Спартаковские болельщики Не дают Своей команде Расслабиться Когда они в таком количестве Приезжают Конечно Никто Не думает о том Что вот можно Просто так взять И проиграть матч Сухую Или же бросить Играть Нет Нужно работать С первой до последней секунды Тем более Фан-сектор работает С первой до последней секунды Кричит Что-то скандирует И игроки Также В таком же ключе Работают Да То есть ответственность Подъявляется дополнительно Это все равно Что ты в школе находишься И ты должен Вот и до Скажем так Давать результат Ну конечно Ты не можешь просто Ни на секунду Выключиться из игры Ни на секунду Приуныть Когда тебя так гонят Вперед И поэтому Отсюда такое Сейчас можно даже будет Переключиться На разбор игры И мне кажется Фан-сектор сегодня Играет в этом роль Потому что С одной стороны Команды не жалеют Никто из игроков Сегодня не жалеет себя Очень большая Сегодня самоотверженность Игроков Но в то же время Игроки Соперники Друг друга тоже не жалеют Играют жестко В пределах правил Хотя иногда Все-таки их нарушают Не побудусь Того слова Иногда даже грубо Жестоко Но блин Когда столько На кону Когда это такой важный матч Когда столько Болеющих Гонят тебе вперед Ну конечно Ты никого не будешь Жалеть Ни себя Ни других Да Ну давайте Тогда по второму периоду Все-таки Что поменялось Во втором периоде Мне показалось Что Спартак Все-таки Владел инициативой И вот Опять же Мне показалось Что Динамовцы В нейтральной зоне Как-то очень Легко давали Спартаку свободу И за счет Вот этого быстрого Перехода И быстрого прохода Нейтральной зоны Спартак заходил В зону атаки И затем уже Провел свои кружева Почему не было Такого активного прессинга Со стороны Динамо Игры в средней зоне Мне не показалось Что Спартак Прям супер легко Проходил Нашу среднюю зону Хотя С другой стороны Спартак Еще вчера Показал Что он Очень Хорошо Умеет Использовать Дальнюю скамейку Потому что Знает Как правильно Меняться И как сделать Так Чтобы соперник Этого не сделал Отсюда Может быть Как-то Поймали соперника На пересменке И смогли Запереть В зоне Соперник Уставший И естественно Ничего не может С тобой поделать Когда ты быстро Начинаешь атаку Или когда это нужно Наоборот Ты немного Приостанавливаешь Снижаешь темп игры Даешь своим партнерам Поменяться И уже Запланированно Синхронно Заходишь в зону Когда все Четко на своих местах И все делают Точные передачи За счет этого Да Спартак владел Инициативой Он с одной стороны Больше владел шайбой Больше атаковал И он смог Это конвертировать В опасные моменты Да Я соглашусь с тобой Инициатива была У Спартака Но в то же время У нашей команды Было много моментов Вообще В целом Свораживающий Потому что время Летело незаметно Игроки отдаются Игре целиком И заставляют тебя Просто проникнуться туда И наслаждаться Игрой Ну что ж Давайте посмотрим Единственную шайбу Второго периода И наконец Поймем Может быть Как же она там Побывала В воротах Вот с этой С этого повтора Вряд ли мы что-то увидим А вот Если мы сейчас Укрупним План Ну вот Бросок Мне кажется Фатаков сначала Подставил клюшку Потом Череда отскоков Вот давай смотреть Опа В конек В конек Вот с этой камеры же видно Сначала в клюшку Потом в чубенка Потом в конек И потом в ворота Ну тут конечно же Никакого движения Коньком не было И гол защитен правильно Что интересно Очень много Похожих моментов Было У нашей команды На пятаке Спартака Когда игрок Оставался один Перед воротарем Подставлял даже шайбу Она просто уходила Мимо Просто не везло Но почему-то Забил по добрым Образумен Спартак Хотя у него Это один момент Когда игрок был Один на пятаке Да, но мы помним матч Чемпионата ВХЛ Где все шайбы Динамовцы пропустили После рикошетов Да По сути Но вот здесь Все-таки В основном Спартак забрасывает Такие перудовые голы Вот это пожалуй Единственная шайба За два дня Которая заброшена Может быть Не то что случайно А где-то повезло Наверное Мы с ключем Ну да, конечно Когда такая череда отскоков В этом есть доля Не везения Но с другой стороны Почему-то опять Игрок находился Между защитником И воротарем Один на пятаке Это тоже ошибка Нельзя давать игроку Находиться перед воротарем Нельзя давать игроку Подставлять Нужно больше Работать на пятаке Чтобы таких моментов Не было Ну что же Вот так вот у нас 2-4 после второго периода Можно ли Я понимаю Что ты не любишь выделять Но все-таки Кто-то тебе нравится Особо по этой игре Из игроков Нашей команды сегодня У нашей команды Могу выделить Первую тройку Потому что Сегодня Ну вот Получески с Малышкевичем Вернулись Ваня Чирюка На форум набирает Они сегодня Хорошо смотрятся Хорошо контролируют шайбу Но с другой стороны Больше эмоций Больше сил сегодня Отдает В плане физических Может быть посвежее Это наша молодежь Кто вернулся Может быть Ссылки с Динамо и Нью-Ор Кто-то может быть Дебютирует сегодня Вот первые шайбы Даже забросили Ну конечно Парни показывают Что готовы Сейчас уже помогать команде Очень приятно Видеть в них Такую поддержку Когда столько травм Когда кто-то Играет в ВХЛ Поэтому Сегодня как бы все радуют Выделить кого-то Конкретного Я не могу Все равно Не получается у меня Вадим Извини Но точно не сегодня Да Ну если Удастся спасти Игрут Конечно Выделять будем Всю команду Но пока 2-4 Давайте смотреть момент Второго периода Что нам режиссеры подготовили Есть у нас время Потому что Только одна шая была заброшена Ну вот Первый эпизод Да Вот это перекладина После броска Балучевского Кстати Вот опять Вот мы говорили О везении и невезении Вот чуть пониже бы И все И 3-3 Был бы черта Кстати А ты говоришь Что Спартак легко Среднюю зону проходил Андрей Балучевский В одного просто взял Прошел Ну да Вот чуть-чуть не повезло Чуть-чуть пониже И это гол А то дальше момент продолжается Это А нет Это уже нам показывают Это нам Этот же момент По-моему показывают Да Подтверждение твоих слов Что действительно И Динамо С порой среднюю зону Легко проходили Но это же Андрей Балучевский Все-таки Как-то его назвал Уже Старичок Старичок Да Какое-то другое слово По-моему подобрал Нет, не Старичок Старичок Ну ладно Ну конечно Когда он уже Андрей уже проводит Третий сезон в МХЛ Он уже активно помогает Первой нашей команде Поэтому он должен сейчас Разбрать на себе результат Ответственность за этот результат И он просто берет шайбу Всех обводит Бросает в прикладину Я думаю Он сейчас на себя очень зол Почему он еще не забросил Нужно забрасывать Помогать Не зря же Они сейчас с выезда Так как наша команда Первая сейчас на выезде Их отправили сюда Помощно Почему Егор Савиков Который провел 48 матчей в МХЛ За Спартак Вчера приехал помогать им А почему Кого-то из нашей взрослой команды Не отправить И вот парня Андрей Балучевский И Захар Машко И сегодня вернули Чтобы помочь нам Пока делают для этого все Но что-то не получается Остается 20 минут Я думаю Парни сейчас Ну просто С себя все достал Все силы которые остались И сделают все для того Чтобы Переломить чашу весов Нашу пользу Да И это говорит о том Что действительно Крайне важный Сегодняшний матч Потому что Ради этого На одну игру Балучевский и Малашкевич Собственно Были командированы Вот может быть Даже они вернутся потом У команды БХЛ Послезавтра еще игра В Рязани Кто их знает Может они туда поедут Обрат Ну почему нет Почему Такая важная игра Но это все-таки Путевка в плей Понятно что Сезон регулярно Еще не заканчивается Еще может много Что произойти Но сейчас именно Все решается И Сколько раз уже Сегодня говорил Ну крайне важный матч Ну просто крайне Да крайне важный матч Давайте момент Еще посмотрим Есть время У нас 5 небольших минут Еще момент В исполнении Динамо Давыдов А вот это хороший момент Я его выделял Давыдов Передача на Голикова Голиков был близок К дублю Не то что К первой шайбе Первую он уже забросил Он мог вторую забрасывать Сейчас Чуть выше ворот шайба шла Виртуозная передача С разворота На свободного Давыдова И сразу же открылся Сразу правильно Подставил клюшку Давыдов его нашел Но чуть-чуть не повезло Опять же Вот чем не момент То есть Спартак кладел инициативы Но шансы забросить И сравнять счет были Да Шансы были Ну что Следующий эпизод Теперь уже Спартаковский момент Для честности Мы покажем Ну вот здесь вот Примерно похожий момент Такая передача С разворота Да И очень хорошая позиция У игрока По-моему Это Гаврилов был Восьмидесятый Да Чубенко хорошо вошел в игру У него может быть Не было таких Опасных Супер моментов Когда нужно было Прямо вручать Но Сменив Чернышова Он показывает себя Очень уверенно И в целом Помогает команде Держаться на плаву И пытаться Сравнять Выровнять счет Да Я знаю Что конечно же Никто не смотрит Сейчас На шторминсляцию В раздевалке Динамоской Но если бы смотрели То услышали бы сейчас Твой Рецепт Спасения Динамо Вот давай И что надо делать Динамоцам Чтобы в третьем периоде Чтобы все-таки Уйти от поражения Сегодня Хороший вопрос Тут можно на самом деле Да Ну давай ладно Хорошо подумаем Но в первую очередь Конечно же Это Стараться Переводить всю игру В зону нападения Потому что Сегодня Когда команды заходят В зону Когда атакуют Ну конечно все получается Очень много опасных моментов Создает что Спартак Что мы И Лучшая защита Это нападение Конечно нужно все туда Потом Конечно нужно Ни в коем случае Нельзя удаляться Потому что Спартак во первых Очень хорошо Реализует большинство Потом Нам нужно все-таки Отыгрываться И для этого нужно Наращивать темп Может быть даже Приходить на 3 Там Под конец 2 Звена Давать больше времени Лидеру Но темп нужно повышать Но его невозможно Будет повышать Если мы будем играть В своей зоне Обороняться Так что удаление Лучше точно исключить Но в целом По такой игре Продолжать конечно Играть активно Ни в коем случае Не Давай сопернику Просто поднять гол Сейчас нужно Сделать просто все Чтобы Спартак даже из зоны Не вышел Да вот Почему мне нравится Экспертизм Матвея Мишарина Потому что никогда Общих слов нет Вот эта конкретика Она так и должна быть Потому что можно было Делаться общими словами А ты Конкретно Нам все разложишь Мне показалось Что я сейчас Как раз таки общими словами Делаться Потому что ты меня Ошарашил этим вопросом Почему я шарашил Что надо сделать Обычный вопрос Но на самом деле Общие слова Это конечно Как можно меньше удаляться Одно дело Здесь говорить Другое дело На эмоциях играть Вот Тем более Если уже шестой период Вот такого хоккей Кстати про эмоции Ни в коем случае Сейчас не надо эмоции проявлять Леонид Байков Он вчера не играл Сегодня выше у него Еще больше эмоций И этим самым Он конечно Не самые нужные Четыре минуты штрафа Принес своей команде Сейчас такого тоже Не должно быть Сейчас нужно попробовать Даже сделать так Чтобы Спартак начал удаляться На эмоции Где-то даже провоцировать Кто знает почему Сегодня все способы хороши Сегодня очень важная игра И я думаю Игроки это сами понимают Ну что ж Отправляемся смотреть Третий период 2.4 Динамо проигрывает Но еще ничего не ясно Так что посмотрим Поживем увидим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минута остается до начала Третьего периода А будет ли он заключительным В сегодняшнем матче Мы узнаем Спустя где-то минут 30-35 2.4 Динамовцы проигрывают Статистика Второго периода Броски поворота 26-28 Подравнялись немножко Динамовцы Небольшое преимущество Всего лишь Два броска у Спартака Броски в створ 15-11 Преимущество за красно-белыми Вбрасывание 15-13 За Динамо За Спартаком Прошу прощения Блокированные броски 5-3 5 у Динамо 3 у Спартака Силовые приемы 2 у Динамо 1 у Спартака И Штрафное время 2 минуты у Динамо 4 у Спартака Общая статистика После двух периодов Броски 62-45 В пользу москвичей Броски в створ 33-22 Также за Спартаком Вбрасывание 26-24 За Спартаком По Блокам Ничья 10-10 Силовые приемы 9 у Спартака 7 у Динамо Ну и штраф Ничья 6-6 Ну Больше показателей Все-таки За Спартаком Но опять-таки Цифры не всегда Реально отражаются Соотношение сил на площадке Но сейчас вот и счет 4-2 Пока в пользу Москвичей Ничься Третий период Никитин Передача На Болучевского И Первая остановка Уже на 15-й секунде Третьего периода Вбрасывание будет В нейтральной зоне Шайба покинула Пределы площадки Группа поддержки Хоккейного клуба Динамо Санкт-Петербург По традиции здесь Активничают девушки Болучевский Чурюканов И Давыдов Вот так вот Начали Тасовать А нет Все правильно Ведь в большинстве Динамоцы не начали Тасовать звенья Никто не начал Просто Давыдов вышел Четвертым Нападающим Еще минуту Динамоцы будут играть В большинстве Ведь в концовке Второго периода Спартак удалился Так что есть шанс у хозяев Бросок поворотом Болучевский Сходу с острого угла Бросал Никитин Чурюканов Заходит в зону Иван Чурюканов Удержал шайбу Расставились Динамоцы Перевод на Никитина Никитин Бросок Чурюканова Но это излюбленная точка Ивана Чурюканова Я думаю знают прекрасно Хоккеисты Команды соперника Удаление будет Еще одно удаление У Спартака И шайбу надо отдать Втроем Втроем Спартак остается Вот вчера в третьем периоде Динамоцы Наудалялись И трижды Оставались втроем Против Петерэф Спартаковцы А сегодня уже Спартак втроем Остается Кшумилову На скамейке Штропников На скамейку Штропников Отправляется Тридцать четвертый Номер Как раз таки Савиков И Динамоцы Берут Тридцисекундный Перерыв Да Этот шанс Надо использовать Потому что В две шайбы Динамоцы Проигрывают И есть Двадцать пять секунд У Динамо Чтобы преимущество Пять на три Реализовать Ну а затем Если не удастся Еще и пять на четыре Будет Динамо Будет Динамо играть Ну и вот такой Не совсем ординарный Шаг От тренеров Динамо Взять тайм-аут В самом начале Третьего периода На второй минуте Нам показывают Скамейку запасных Спартака Ну а это Илья Чубенков Давайте Еще раз Представлю Судейскую бригаду Делал это Только в начале матча Роман Каланутов Александр Багров Сегодня главный арбитр Лайнсмена Владислав Романов И Олег Кузнецов Все готово К началу К возобновлению игры Давыдов И вот так вот Тайм-аут-то взят был Но выбросили Спартаковцы Шайбу из своей зоны И Всего лишь Десять секунд У Динамо есть Чтобы попытаться Использовать преимущество Пять на три Чурюканов Пробрасывает Шайбу в чужую зону Как правило Именно Иван Чаруканов Шайбы Входит в зону При большинстве Если он находится На площадке Малашкевич Все В четвером Спартак Полторы минуты У Динамо Теперь Для того Чтобы использовать Преимущество Пять на четыре Балучевский И положение Вне игры Да Пока не получается В большинстве У хозяев Даже Расставится Овсайд Вбрасывание Будет в нейтральной Зоне Андрей Балучевский Поменяли Пятерку Большинства Динамовца Артемьев Против Храпова На точке Выбрасывания И вновь Сейчас выбросятся Хоккеиста Спартака Да Таймаут Не помог В большинстве Ничего пока У Динамо Не получается Бойков На Никитина Никитин Диагональный пас А еще одно Удаление У Спартака И минута Четыре секунды Но вот С точностью Да наоборот Повторяется Событие Вчерашнего Третьего периода Когда Удалялись Игроки Динамо Сейчас удаляются Игроки Спартака Причем в нейтральной Зоне Ну что Еще один шанс Пять на три В течение Одной минуты И четырех секунд Пять на три Преимущество Будет у Динамо Оказывают нам момент Нарушение правил Храпов Ну непонятно Зачем это надо было делать Савиков Слева Капитан Спартака Справа Храпов Вышла шайба В нейтральную зону Более того Игра высоко поднятой Клюшкой Но вот Здесь конечно Опыта немножко Не хватило На самом деле Потому что Уж лучше было Упустить шайбу В нейтральную зону Игроку Динамо Чем Сыграть Попытаться ее Остановить Путем Высоко поднятой Клюшки Потому что по правилам Брасывание должно быть Вынесено аж в зону Игрока той команды Который сыграл Высоко поднятой Клюшки То есть сейчас Брасывание будет В зоне Динамо И больше времени Нужно тратить на Вход В Спартаковскую зону Но это так Нюансы которые В конечном итоге Все таки Тоже весьма важны Балучевский Заброс в чужую зону Вошли Динамовцы В зону Спартака 40 секунд Еще имеют Они преимущество 5 на 3 Балучевский Не стал бросать Поворотом Передача Вновь Балучевский Выцеливает В дальний угол Бросает Но не попадает Слишком высоко Поднял шайбу Андрей Балучевский Вновь он Ну что опять будет Бросать поворотом Балучевский Бросает Чурюканов И вновь Чурюканов Может быть сыграть Пошире немножко На дальнюю Но нет И вот какая ошибка Андрея Балучевского Не попадает он По шайбе И Илья Гаврилов Выводит шайбу В зону Динамо 5 секунд До выхода Четвертого полевого До выхода Савикова И вновь 5 на 3 Динамовцы Не реализовали Вновь не реализовали Все В четвером Спартак 50 секунд Еще есть у Динамо Большинства Ну конечно Надо забрасывать Вот эти момент Вот вчера Спартак Помните Две шайбы забросил В большинстве В третьем периоде У Динамовцев Не получается Сегодня Передача И пересменка Пошла Марков Здесь бросает Поворот Молков Прошу прощения Бросал Яриков Даже Яриков Это был Андрей Яриков Бросал поворот Мог поймать Своего соперника Спартак На пересменке 22 секунды До выхода Храпова Четвертая минута Завершается Третьего периода Ну вот нам показывают Один из Немногочисленных Моментов Поворот Спартака При Динамовском Большинстве Дитковский Фатахов Савиков И Орлов Такая четверка Удаление Будет У Динамов Отправляется Голиков На две минуты Ну вот так Вот не использовали Динамовцы Удаление И получили Теперь Удаление У себя А вот оно В чем дело Горика Подбывает Наказание Нарушение Численного состава Увидели Арбитр Честно говоря Не обратила Внимания На жест Лайнсмена И теперь Сейчас пока Еще в составе Равная Затем Пятый полевой Выйдет У Спартака Дитковский Минута Бросок Бросок Поворотом Очень было Опасно Фатахов Сейчас Мог Ну может быть И точку поставить В сегодняшнем матче Потому что Если счет 2-5 Станет То Конечно будет Очень сложно Динамовцам Еще момент Не попадает По шайбе Сейчас Дитковский Не получается У него бросок Ну и не получилось У Динамо Выбросить шайбу Из своей зоны 50 секунд До выхода Голикова Фатахов Савиков Савиков Выцеливает Бросает Ложится Под шайбу Самоотверженно Бойков Ну вот Смотрим момент С участием Фатахова Посмотрите Пожалуй Самый опасный Эпизод В этом Спартаковском Большинстве 42 секунды Еще надо Динамовцам Продержаться Пошла 6-ая минута Третьего периода По-прежнему Пока у нас 2-4 Выиграли Выбрасывание Москвичи Сусуев Момент Бросок С близкого Расстояния 70-й Номер Пивчулин Атаковал Москвичи С шайбой Если не реализует Спартак Большинство Я думаю Они особо Не расстроятся Хотя конечно Обидно Но тем не менее Не критично А вот Динамо Центонаро Было забрасывать Конечно Хотя бы одну шайбу В большинстве В общей сложности Они полторы минуты Примерно сыграли В пятером Против троих хоккеистов Спартака Опасный момент Уворот Чубенко В полном составе Динамо Не удалось Спартаку Использовать Лишнего хоккеиста Завершается Шестая минута Периода Спартаковские фанаты Активно поют Уже песни победные На своей гостевой Трибуне Предвкушая Итоговую победу Но не рано ли Еще играть-то 14 минут В хоккее Достаточно много времени Бобровских Можете сами послушать Как активно себя ведут Болельщики Спартака Здесь на малой арене Юбилейного Ну и конечно При такой поддержке Гостям очень приятная Думаю игра Лукьянцев Болучевский по борту Направляет шайбу На противоположный край И пошла Контратака Динамо Малашкевич Пытался сделать передачу Но Ивана Черюканова Не получилось Черюканов Малашкевич Нет Это Болучевский Очень много времени Первая тройка Нападения Динамо Сегодня на площадке Проводит Черюканов Малашкевич Болучевский Ну как сказал Матвей Мишарин Не зря же Игроки приехали сюда Из расположения Команды ВХЛ На подмогу Я имею ввиду Болучевского и Малашкевича Контратака Спартака Чуть ли не 3 в 1 Убегают москвичи И какая неточная передача В направлении Наумова Это 87 номер Ошибся Лукьянцев Сейчас Но вот будьте На площадке Не четвертая тройка У Спартака сейчас А первая Я думаю что 3 в 1 Бы вполне возможно Реализовали бы москвичи Все таки Есть разница в мастерстве У игроков первой тройки И игроков четвертой Вот по этим двум матчам Во всяком случае Четко я Это прослеживается Положение вне игры Восьмая минута Третьего периода По прежнему 2-4 По прежнему Динамовцы не могут забросить Уже С пятой минуты Первого периода Все две шайбы Динамовцы забросили В первую пятиминутку Сегодняшнего матча Голиков и Родичев Отличились Ну а дальше забрасывал Только Спартак Фатахов дважды Трижды даже Фатахов И один раз Пивчулин Гусев Хозяева площадки Мне показалось Делает передачу Могельщик Динамовцы По сути 2-5 На девятой минуте В самом начале Девятой минуты Третьего периода Ситуация для Динамов Становится критичная И Спартак продолжает Атаковать Я думаю Не собираются Красно-белые Останавливаться Но все-таки Мне кажется Что Конечно Подустали Динамовцы У Спартака Чуть побольше сил Ну и наверное Когда в счете Выигрывает команда Конечно Играть психологически Гораздо легче А вот У Динамо Сегодня Да Вернулись Балучевский и Малашкевич Но ведь Много молодых игроков Много Почти дебютантов МХЛ И конечно Два матча подряд Играть На одном уровне Начали Это Первый период Очень хорошо Динамовцы И Было очень много эмоций А вот сейчас Чуть-чуть Отстало Поменьше Ханин Королев Начали проваливаться Динамовцы Посмотрите какие Контраатаки Москвичей Храпов Передача На Пивчулина Десятая минута Пошла Третьего периода Пивчулин Ну и конечно Будем опять Мы вспоминать Вот вчера Когда Динамо Проиграла Когда Петербург Что уступили Мы много времени Уделяли удалением Динамовским Понятное дело Что нарушение Юркова Отменили Если бы не удаление Юркова Возможно Другой был бы результат Можно только Посочувствовать Хозяевам площадки Посочувствовать Динамовцам Но тем не менее Были и другие удаления А вот сегодня Мы говорим Мы говорим о реализации Что было бы Можно только фантазировать Если бы в начале Третьего периода Динамо Забросило При игре 5 на 3 И Сократило бы Отставание в счете До минимума Но играть еще 10 минут Поэтому Давайте подождем Еще Может быть Что-то и получится Хотя с каждой минуты Шансы тают Варюшкин Играет на Савикова Савиков Сколько Савиков Шайбу-то получает А только через него Играют Хоккеисты Спартака Когда он на площадке Находится И вновь Савиков А вот теперь Едва не ошибся В своей зоне Лидер Спартаковский Контратака Разворачивается Пчинников Его можно по прическе узнать Посмотрите как Если его крупно покажут Волосы выбиваются Из-под шлема С такой прической Бойков играл По-моему В прошлом сезоне Бросок по воротам Рядом со штангой Шайба прошла Но подстригся в этом И не выделяется так Динамовцы в атаке 3 в 2 Может получиться Но вот сейчас Может быть Что-то получится Перевод На Чурюканова Потеря Контратака Спартака Лукьянцев Ну и Лукьянцев Ошибается Две ошибки Ошибаются И те и другие Балучевский Надо обыгрывать Надо идти в обыгрыше Надо Чуть агрессивнее Действовать Вот куда-то Эта агрессия В третьем периоде У Динамо Исчезла Могу ошибаться Конечно Но ее стало Поменьше Иван Гаврилов По правому плангу Вошел в зону Передача И как не попадает Сейчас вы знаете А ведь Пентатрик Мы могли сейчас наблюдать Если бы Фатахов попал По пустым воротам То Это была бы Его пятая шайба В сегодняшнем матче По-моему По-моему Пентатрик Здесь Мечков Сделал В прошлом сезоне Когда СКА 1946 Обыграл Петербургская Динамо Ну и вот Фатахов Могут Сделать его Передача На Синяткина Перевод Демьянов Бойков 7.50 До окончания Третьего периода Остается играть Командом Гусев Вновь Гусев Ну и Казалось бы Безобидная ситуация Но не точная Передача На Синяткина Демьянов На Гусева Савиков И вновь Савиков Ну что же Достаточно Спокойно Хоккеиста Спартака Сейчас Контролирует Ситуацию Им особо И не надо Бежать в атаку Им надо Просто этот матч Доиграть Но Динамовцам Надо что-то Экстраординарное Совершать Давыря Входит в зону Параллельно Воротом Прошел И шайбу У левого фланга Потерял У левого борта Контратака Москвичей Храпов Останавливается Передача Опасно Яриков Динамовцам На За 6.37 До окончания Третьего Периода Вбрасывание Будет в зоне Хозяев Илья Чубенко На ваших Экранах 7 шайб Пока мы сегодня Увидели Вчера было 9 Но еще Играть 6.5 Вбрасывание Москвичи Выиграли Костин Заброс В зону Москвичей До моментов Пока у ворот Корзина Нет И я же фамилию Галкипера Спартака По-моему Первый раз В третьем Периоде Назвал И опять Несовсем Точная Передача На Боровкова Через борт Спартак играет Нет положения Вне игры Точилкин И Шайба Прижата Нет Не прижата Шайба Не получается Динамовцу Вывести ее Из своей зоны Точилкин Бросок Поворотом Рядом со штангой Костин Костин По правому флангу Проходит Бросает поворотом На месте Оказывается Корзин И сейчас Попытка была Не будет Проброса Фатахов Ну конечно Партнеры Сейчас хотят Чтоб Фатахов Еще забрасывал Будут на него Играть Наумов Передача Промахивается Промахивается Мимо шайба Детковский И Контратака Хозяев Все видел Корзин И отражает Бросок Юркова Правда Вчера Юрков Забросил Броском Тоже Вратарь Видел Как Юрков Момент Броска Юркова Вчера Вратарь Видел Но выручить Команду Не сумел Тем не менее 5 минут 11 секунд До окончания Третьего периода Вбрасывания Принципиально Говорю Третьего периода Потому что Все таки В хоккее Мы Видели Немало чудес Итак 26-27 января Динамо Следующие матчи Проводят против СК-1946 В хоккейном городе Ну а Спартак Следующий матч Свой Играет 25-го Января Дома с крыльями Советов Затем 30-го Дома в гостях С Атлантов Ну Первого С капитаном в гостях А затем Длиннющая домашняя серия Причем Завершать сезон Спартак Будет аж Десятью Матчами Домашними С четвертого По 25-е февраля Десять домашних матчей У Спартака Лок Алмаз СК-1946 Динамо И русские Видите в соперниках У красно-белых То есть календарь Конечно У москвичей Получше Чем у Динамо Если говорить о борьбе За пятую позицию А если Спартак сегодня Выиграет То он будет Опережать Динамо На одно очко Уже То есть Динамо Будет на шестом месте У Динамо Останется 49 У Спартака Станет 50 4 минуты 17 секунд Еще играть Вбрасывание В зоне Петербуржа Скамейка Запасных Спартака Хорошее настроение У москвичей Ну и Не очень Мягко говоря Хорошее У хозяев Безусловно И вчера Были проблемы С составом С составом Серьезнее У Динамо Но с другой стороны И силенок Вчера было побольше Хозяева в атаке Заброс в зону Москвичей Но те Достаточно Спокойно Справляются И Варюшкин Идет Контратаку Варюшкин Передача Назад Наброс на ворота Так Может быть Мне показалось Что сейчас Хочет Попробовать Занести шайбу В ворот Хоккейспартака Как это В свое время Сделал здесь Матвей Мечков В прошлом сезоне Москвичей Шайба Орлов Не бросает Улучшает Позицию Стой Коворот Спасает Сейчас Чубенко После броска Орлова 3.20 до окончания Ну наверное Уже сегодняшнего матча Орлов Перевод По ворту Ну и Динамовцы Выходят из зоны Причем это может быть опасно Давыдов Давыдов Передача И Какой момент Вот таких моментов Не было В третьем периоде Мог Забрасывать Сейчас По-моему Это Макарханин Был На острие Атаки Никитин Он защитник Но рвется в атаку Бросок Поворотом Оживились Динамовцы Посмотрите Как я только сказал Что наверное До окончания матча Остается сыграть Там 3 минуты Как динамовцы Словно Хотят мне сказать Да нет еще Поборемся мы Ну вот Только жаль Что этого не было Что этих моментов Не было Во всем третьем периоде Только сейчас Они возникают У ворот Спартака 2,5 минуты Еще есть У Динамо Чубенко в воротах Не меняет Тренера Галкипера На 6-го полевого Контратака Москвичей Передача И бросок Савикова По воротам Прижались Динамовцы К своим воротам Сейчас пойдут Последние 2 минуты Третьего периода Ошибка И теперь Спартаковцы Ошибаются Убегают Хозяева Ханин Нет Нарушения Правил Можно играть Сусуев Бобровских Быстро Бобровских Сейчас Динамовцы Одну шайбу Динамовцы 24 февраля Сегодня Сегодняшний матч Динамовцы Хэйф 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 Динамовцы Риковод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, завершился матч Динамо-Спартак. 2-5 динамовцы проиграли. Матвей, проведем итоги игры. Все-таки, мне кажется, в третьем периоде не хватило немножко динамовцам на вот этот штурм, о котором мы говорили. Да, не хватило чего-то на этот штурм. В целом, можно сказать, провалили третий период, когда нужно было полностью менять ход игры. Сыграли, мягко говоря, не лучшим образом. А Спартак, в свою очередь, показал нам, как надо играть по счету, потому что к ним вообще никаких привлеканий. Они спокойно атаковали, спокойно оборонялись, без суеты, без эмоций, что тоже очень важно, потому что именно на эмоциях наша команда сегодня могла забрать игру. Но нет, Спартак просто вышел, отработал и сейчас спокойно поедет домой. Да, но все-таки переломный момент, на мой взгляд, при счете 2-4. Вот вчера удалялись динамовцы, Спартак дважды в большинстве забросил, сегодня удаляется Спартак. Динамо не может реализовать 5 на 3. Что не получилось конкретно? Конкретно поэтому большинству могу сказать, что, ну конечно, когда 5 на 3 нужно забивать, если ты не забиваешь, это ошибка. И тут нужно было все-таки выйти супер заряженными. Если где-то игра не идет, где-то через пас бросать, пас раз-два бросок, этого мы не увидели, хотя броски были и в целом можно было где-то обострять ситуацию, но вот где-то не вышло. Возможно, сказалось то, что Андрей Баучевский и Захар Машкевич только приехали. Они, во-первых, уставшие, во-вторых, они не участвовали на тренировках, не принимали участие в розыгрыше большинства, то есть не знают, что от кого ждать. Возможно, где-то на этом мы немного осеклись, но, повторюсь, нужно было забивать, чтобы переламывать хоть игры, а когда команда получает 3 на 5, причем, по-моему, в два раза это было, когда команда так получает такое неприятное меньшинство и у нее получается выстоять, это добавляет сил. Ну что же, а лучшим сегодня игроком матча, конечно, стал Вадим Фатахов, который оформил покер. Фатахов не часто в юбилейном, мягко говоря, здесь по 4 шайбы за игру забивает один игрок. А если бы по пустым попал, то и пятая шайба. И пятую он пентатрик мог сделать. Давайте смотреть шайбу Фатахова, которую он забросил в третьем периоде. Ну и шайбы-то у него за исключением одной получились красивыми. Ну вот здесь, вот здесь, конечно, и передачу партнер хорошую отдал. Ну и что, здесь никаких вопросов к чемпиону-то нет. На защитник, кстати, отмечу, который зашел в зону, это был Антон Марышев. Он в стиле Ярославовского лока, когда на подачу заходит в зону, делает улитку и скидывает назад. Тем самым он на себя игроков перетягивает и открывает свободное пространство. И тут он отдал эту передачу, которая потом впоследствии дошла до Фатахова на пустые. Спокойно, на мастерстве решили вопрос, конечно, вывели Фатахова. Здесь он по пустым попал, попади тогда в пентатрик. Да, пентатрик был. Кстати, я хочу сказать, что он не просто так забил голы, что там в флане. Где-то ему повезло, где-то ему на пустые, да нет. Он сегодня был, правда, на высоте. У него были моменты, даже не пять зайдь было больше. То есть игрок хорошего уровня. Ну, в целом, Спартак у них очень приличная команда, которая индивидуальная. И что защитники хорошо катаются с бросками, что нападающие все индивидуально сильно. Но и команды, они показывают тоже результат и обыгрывают многих соперников. Из этого выезда Санкт-Петербургского они обыграли СКА один раз. И вот забрали четыре очка у нас. В целом, очень хороший у них выезд получился. Да, и сколько из восьми очков шесть взять, и СКА Динамо, это великолепно, я считаю. Ну и что мы имеем в активе? Мы имеем, что Спартак 50 очков, пятое место, Динамо 49-6. И что самое тревожное для Динамо, что календарь тут у Спартака. Спартак 10 матчей дома играет, заканчивает. А Динамо сейчас 46-е в хоккейном городе, затем московское Динамо в Москве. Красная армия, русский Витязи тоже в Спартак. Да. Что делать? Делать. Готовиться, я понимаю. Календарь, да, очень тяжелый, но всегда в твоих силах исправить ситуацию. Главное, как сильно ты этого хочешь. Я думаю, наши парни очень сильно хотят. И тут, я думаю, если все сложится, а это обязательно сложится, то есть по-другому быть не может. Парни должны сейчас сделать все, чтобы попытаться зацепиться снова за пятую строчку. А в противном случае подготовиться к плей-ин, потому что плей-ин нужно обыгрывать. Да, ну действительно, ведь плей-ин это еще не завершение сезона. Это всего лишь дополнительный раунд, который можно пройти и выйти в Кубок Харлама. Катастрофы не произошло. Да, да, я согласен. Другое дело, что там дальневосточные команды, конечно, попасться могут. И будет повторение прошлого сезона, когда бы ездили в Хабаровск, когда они вернулись. И ты говорил, что не хватало. Точно, я бы даже не думал. Ну, это давай мы потом уже в феврале. Думаю, мы в студии еще одну сделаем на матчах против сковорягов. Это будет заключительная игра чемпионата. И вот об этом там уже все будет ясно, все расклады, и мы все поймем. Ну что ж, мы с молодежным хоккеем прощаемся до конца февраля, друзья мои. Ну а с Матвием Мишарином мы прощаемся только до 28 января, когда начнется домашняя серия команды ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Поэтому, кто следит за молодежным хоккеем, можете и следите за взрослым хоккеем, за командой «Динамо». Продолжение следует...